Добрый вечер, дорогие любители киберспорта! Мы рады вас приветствовать на трансляции малого финала нижней сетки межкланового чемпионата под номером 11. Да, друзья, очень быстро летит время и вот уже малый финал, пусть и нижней сетки. Сегодня столкнутся такие коллективы, как Вудпекерс и Этернити Эдвенсит. Ну, собственно, ребят, мы обо всем еще неоднократно скажем, но для начала. Сегодня транслировать данный матч будет Игорь, как всегда, про, ну а комментировать буду я, мистер Бутерброд, и мой напарник Сотников Ваня. Ваня, привет! Привет, Ваня! И всех зрителей я рад приветствовать на этом знаменательном событии для Вудпекерсов за последний сезон. Это первый такой крупный финал, прям чтобы крупный и... Это правда. ...с возможностью выиграть себе какую-то особенную краску, кроме гладиатора. Да, ну, то есть, действительно, так ты абсолютно прав за последнее время. Это действительно первый финал в межклановом чемпионате, тем более. Поэтому матч очень ответственный. И, к слову, для Этернити он не менее ответственный, потому что, ну, такая команда вот с этим составом тоже, ну, получается, впервые в межклановом чемпионате вот так вот себя проявляет. Понятное дело, что с таким составом. Ну, в общем, ребята, матч обещает быть очень жарким. Ни одна, ни другая команда не собираются просто так сдаваться, я надеюсь. Ну, и, собственно, вот у меня один вопрос. Есть ли у нашего оператора итоги голосования? Нет. Ну, тогда я вам просто на словах скажу то, что я видел сегодня на нашем любимом киберспортивном сайте. Интересно, что всего лишь с небольшим перевесом 54% ушло за коллектив Этернити. Ну, и, соответственно, отставшиеся проценты уже в копилочку коллектива Вудпекерс. Поэтому, в принципе, ну, есть некий паритет в глазах зрителей у этих команд. Надо, кстати, отметить, что, вот, как ты сказал, проголосовало, ну, вот именно на киберспортивном портале 112 человек даже. Ну, там 100 с чем-то человек, 63% за Этернити и 37% за Вудсов. Ну, в общем, примерно, в любом случае, равные шансы. Да и подчеркание, оно вышло хорошим, как всегда, для пятлов. Поэтому, надеемся на интересную борьбу. На пенальти раунды, наверное, не знаю, надеемся мы или нет, непонятно. Ну, Ваня, это традиция. Если ты комментируешь, нужны пенальти раунды. Но все-таки хочется, чтобы победитель был выявлен именно 6 на 6. Это было бы приятнее к Вазу. Точки не играем, я тебя понял. Ну, на самом деле, да, это действительно так. У нас, в принципе, форматы неплохие, что касается, ну, и для Дятлов, и для Этернити. Поэтому форматы, я имею в виду вычеркивание, конечно же. Поэтому будет довольно интересно посмотреть. И, как вы уже могли догадаться, первый формат это Lite. И начинается все с Кунгур. Кунгур, причем коллектив Woodpeakers, начинает за красных, ну и, соответственно, за синих Этернити. Ну, Кунгур самая старая карта именно в киберспорте, именно в игре. Не считая атрибюта, конечно же. Но все же, на этой карте много чего происходило. Ну, и я надеюсь, что Lite будет интересным, конечно же. Я в это верю. А я-то как? Верю, надеюсь, люблю. И все, все на свете. Кстати говоря, у нас множество различных голосований было проведено. В том числе опрос для наших зрителей регулярно. Все опросы подобного рода проводятся у нас в группе, в официальной группе ВКонтакте. Ну, и, собственно, там, вот, даже очень интересно, коллективу Woodpeakers, зрители наши отдали предпочтение. 51,25% ушло в их пользу. И, соответственно, 48,75% ушло в пользу коллектива Этернити. В общем-то, если судить по опросам, то, в общем и целом, приблизительно равны в глазах зрителей коллективы. Поэтому, так или иначе, должны здесь показывать борьбу и Дятлы, и Этернити. Захожу я, значит, недавно. Ну, как недавно. Вот сегодня буквально на сайт, на сайт Танки Спорт. И вижу там, на официальной страничке, вот, такое мини-интервью с Мегакритом. Это капитан, кто не знает, коллектива Этернити. И Райканином 15, координатором и создателем коллектива Wood. Вот. Ну, и могу я сделать вывод из того, что прочитал, что команда Мегакрита действительно не теряла время даром. Тренировались ребята, готовились к вудсам. Поэтому сейчас с Дятлом будет нелегко. Посмотрим. Так, ребята, я, как обычно, перехожу в чатик. И спрашиваю вас, за кого вы болеете. Или даже не так, на кого вы сегодня ставите. Вот, я вижу, что есть Максе, который, естественно, болеет за синержи. Это, само собой, Максе. А если говорить об этом матче, я надеюсь, что тут у тебя тоже есть предпочтения. Потому что я уже смотрю. Наверное, болеет за вудпекерцев Максе в этом матче. Почему нет? Я думаю, что предпочтения его должны были идти именно на стороне дятлов. Ну, так или иначе, у нас уже начинается матч. Поэтому в скором времени мы начнем лицезреть это эпохальное событие. Так, а уже Дашки подбирает Богдан. Туанит Ром, слушай, очень быстро атака намечается у коллектива вудс. Надо слить мегакрита. И Легис, да, с Экшелли тоже будут здесь бороться. Ну, и Богдан один здесь вряд ли что-то сделает. Персон забрал в коне, конечно, Дашку. Он будет пытаться заходить на фабрику. Но, на самом деле, это тоже ничего особо интересного пока что не предвещает. Ну, Тони Кросс на Смаке, кстати. А составы надо представить обязательно. Это правда. Сем Гранту отдельный респект за его Хантер. Ой-ой-ой, Влад, что же ты творишь? Вот это было, конечно, неудобно, но лауно. Так, Богдан. Богдан у нас играет на Викинге. И, кстати говоря, уже второй раз за буквально одну минуту заходит в атаку. С ним на Викинге отыгрывает Сиза, Сан, Тони Кросс, как ты уже сказал, на Смаке. Персон на Васпе, Вуди в дефе на Харьке. Ну, и Толоконников, Влад, тоже на Васпе. Вроде все. В игре очень опасная атака может быть от Этерницы. Семенович заходит на Васпе, на Дашке. И отвлекает сам Грант по мосту. Главное, увидеть Семеновича сейчас. Ну, Дашка здесь падает. В принципе, должны, должны ребята из Вудсов разбирать промах Вуди Дова. Ну, и Тони Кросс, ну, должен здесь добивать Семеновича. Да, и, ну-ну-ну-ну-ну. Ребята разберутся в итоге, а возврату быть. Ну, а Вудсы продолжают сливать мега крита из дефа. На самом деле, очень плотно атакует. А Сем Грант на Хантере, посмотри, уже на фуле будет заходить. Через аптеку, само собой. Ему дали очень много рейсов. Богдан, кстати, будет потанцевать. Какая рельса сквозна. Сем Грант хорош. Это хайлайт, на самом деле. В общем, поменимое слово. Сем Грант уже заходит, кстати говоря, на флаг Дашка у него спадает. Пусть так. Но он шикарную релю выдал. И если сейчас спрыгнет, то, в принципе, да. Он сделал все, что от него требовалось. Дахар на своем юрком васпике будет пытаться увозить. Но Влад Толоконников, да, на месте возвращает флажок. Все у него хорошо. Ну и Семенович. Семенович тоже здесь один ничего не сделает. Олега с тем временем довольно неплохо заходил. Кульбиты там показывал очень интересные. И в итоге, ну, пощекотал нервишки коллективу Вудпекерс. Сем Грант, ты посмотри, как нагло. Этот парень заходит уже через город. И, ты знаешь, ему здесь никто особо не мешает. Один персон битый остается. И Сем Грант такими темпами увезет. Слушай, надо Будди хотя бы обернуться. Будди уехал из дефа и Сем Грант на одну рельсу. Так, персон. Персон должен вернуть. Легис успел убить. Нет, все верно. Легис успевает. Там Дашка. К тому же Дахару сбивают прицел. Дахар на одного. Что делать с Легис, не ясно до сих пор. Он уже уходит на пол ХП. Сезисан, правда, против Мега Крита. Нет, нет, нет. Здесь все, на самом деле, да, было предрешено. Но вот Легис, действительно, Легис Дашный подобрал. И пускай у него Дашка сейчас спадет. Но он уже в деревне. С ним есть Сем Грант. Поэтому, в принципе, можно констатировать доставку. 1-0. Да, 4 минуты. Ну, 3 с лишним. Понадобилось коллективу Этернити, чтобы открыть счет в этом матче. Ну и будем смотреть, чем ответят здесь Вудпекерс. Так, ну, снова, снова выпадает потихонечку дроп. Сэм Грант собирает фул и снова будет фуловым заходить по мосту. Ну, или вот в том направлении. Семенович с Тони Кроссом здесь боролся. А Ладахар по-прежнему тоже на дропе. Будет заходить и уже Сизы Сану пытаться сбивать атаку. Ну, что делать с Сем Грантом? Вот он зашел на фулю. Он фуловый хантер. С Эльсой куда? Он может увозить куда угодно. Может подбирать нетру, ехать на мост. Может ехать под мост. Ты видишь это? Ну, то есть он заехал, просто слил одной рельсой Тони Кросса и спокойно уходит. А, да, Сизы Сан здесь не попал по нему с этой позиции. Понятно. Ну и что? Это похоже на самом деле на следующую доставку. Но Персон! Сбивает Мега Кринь. Ну, может быть возврат? Нет, сливают. Есть еще Влад Ролоконников, но это Сэм Грант, это хантер. Да, слишком толстая у него шкурочка, красочка. Поэтому это уже 2-0, вторая доставка буквально за минуту. Ну, Мега Кринь очень круто отыграл, вовремя переключил свое внимание на Персон, сбил там и прицел. Там, надо сказать, что Вуди Дов пытался выдать Сэм Гранту до того, как он подобрал Дашку, но в итоге получил ответку от Сэм Гранта. Тот ему сбил прицел, потом Экшери по фокусу брал Вуди Дова с Дэфа, в итоге его отреспило в городе, а в Дэфе Вудсов никого не осталось. Ну, к слову говоря, сейчас все, абсолютно все ребята из Этернити находились у себя в деревне, поэтому вот такой вот неплохой по картинке увоз со стороны Вудпикерса ушел опять же в никуда. Ну, и занимают ребята из Этернити город. Ты знаешь, вот что примечательно? Первые, ну, первую 100% атаку Вуди Дов стоял у себя, у себя, ну, можно сказать, на кимпе вот перед мостом, и все у него было прекрасно в Дэфе. После этого этот парень решил выдвигаться со своими, ну, атакерами по левому флангу, занимать фабрику, и вот, пожалуйста. В Дэфе пусто, поэтому Сэм Грант спокойно зашел, спокойно увез, и как результат 2-0. Кстати говоря, Сэм Грант снова на фуле потрясающе, очень, ну, очень легко и гравючи, буквально этот парень раздает рельсы, а еще и Богдану навесил. Красавчик, просто, ну, слов нету. Этот парень заходит вновь, и пускай он здесь не увезет, но он уже обратил на себя внимание Тони Кросса, Вдолоконникова, Влада и Вуди Дова, это значит, что, как таковой, атаки даже с левого фланга можно не ожидать. Ну, и Мегакрит. Мегакрит на ДАшке, этот парень сейчас, ну, просто любую атаку готов свести на нет. Со стороны Вудсов, да, прекрасно сбивает Богдану, очень, очень четко играет этот парень, даже сейчас сбивает, и, ну, по сути, сейчас Мегакрит просто при его поддержке во многом разобрали 2 игрока. Ну, и, судя по всему, Сизесан на своем полуфуле тоже отправится на респ. Мегакрит фактически в соло разобрался в ДАшке, и он четверых, ну, троих с половиной, я бы сказал. Очень хорошо играет, он сбивает рельсы, реально, каждую рельсу он сбивает, которая летит по нему, или по его союзнику, очень красивая игра от него. Молодец. Слушай, ну, так больно сейчас Дятлам на самом деле, что даже слезы наворачиваются на глазах. Экшили слил даже Вудидова из его родного Дефа перед мостом. По Табу, по Табу можно посмотреть, насколько Дятлам больно. Богдану комфортно более-менее, но всем остальным, все остальные страдают, и серьезно страдают. Нет ни у кого УП больше 0,60 даже. Ну, действительно, больно. Этернети зачастую играют, как сказал Рай, на УП, и, ну, вот сейчас это тоже видно. Наверняка парни играют, и сейчас у них все прекрасно получается. А, Дахар, я понимаю, Тятла уходит, но Дахар, ну, вот что это такое? Сэм Грант отвлек на себя внимание, и теперь Дахар, ну, даже если он сейчас довезет до Легиса, а он довезет до Легиса, это уже многое. Ужасно. Ну, и это будет доставка от Вудсов. Ужасная игра от Дахара и Легиса. Ну, Семенович-то Семенович, только там и персик есть ДДшный, да. Ну, да, да, да. Хорошо. Хотя Экшили может попробовать вернуть. Ну, 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 ты посмотри, есть еще персон, Сэм Грант, Дахар, ну, в принципе, Сэм Гранту собьют, Дахар остается, и доставка в любом случае будет. Но минута. Между тем, я думаю, что все ребята из коллектива Этернити прекрасно понимают, что им сейчас стоит отыграть ближе к флагу. Ну, и, собственно, все. Это задача максимум. Я думаю, что так они сделают, так они, собственно, и делают. Поэтому у них ближайшие 45 секунд. Минутка дефа. Традиционно. Да, ну, и вот настолько уже все пошли в атаку. Даже ДДшка лежит вот там на Кимпе, перед мостом, на флагштоке, Дятлов. Никому не нужно бесхозная ДДшка. Интересно, что у нас заходит вместо Богдана Холли Мэн. Я не думаю, что вот сейчас это тактическая замена, скорее всего, какие-то технические неполадки. Но, тем не менее, Холли Мэн. Кстати говоря, Холли Мэн уже в атаку заходил, но, так или иначе, здесь разобрались Этернити. Да и 10 секунд. За это время, к сожалению, нельзя увести флагу. Вообще, это тактическая замена, потому что Холли Мэн вышел на Холли Мэн вышел на Курирели в связи с матрицы и смоки. Видимо, Луци хотели сделать ставку на скорость в последнюю минуту и попробовать... В последние 40 секунд? В последние 40 секунд. Ну, а как это объяснить, я не знаю. Да нет, ну я не думаю, что они бы так начали делать. Это странно. Ну, согласись, это странно. В последние 40 секунд. Нормально. Ну, к слову, вот это даже один флаг. Флаг, который привезли Вудс, он был, по факту, на ошибке Этернити, которые не смогли скоординировать свои действия на мосту. И в итоге Легис с Дахарем врезались, наверное, друг к другу. Ну, тут, ты знаешь, надо уточнить. А увезли флаг ребят из Вудс не на ошибки. Увезли они, ну, то есть, действительно заслуженно. Но вот возвращенно действительно был просто, я не знаю, что там было. Легис, Дахар не поняли они друг друга. И да, действительно, не разобрались, ребята. Да, ты правильно уточнил. Так оно и было. Вудсы вообще в любом случае атаковали хорошо этот раунд. Просто Мегакрит слишком круто играл. Вот реально, если бы не Мегакрит, был бы там какой-то другой самоковод, который не настолько опытен, не настолько видит карты, что Вудс смогли победить или, ну, как минимум, не проиграть. Да вот, я тебе даже больше скажу. Я уже не знаю, что делать с этим Мегакритом. Вот я не знаю, я к его Харьку ближе-ближе подбираюсь и дую ему, дую на Харек, чтобы он не мог ехать вперед, не мог сбивать эти рельсы. Но нет, Влад действительно хорош. Тут не поспоришь. Ну, а ты знаешь, тут уже за синюю сторону, мне кажется, должны больше атаковать именно ребята из Вудс. И если, в принципе, у Тони Кросса, ну, вот, конкретно Холлэвэя, а может быть, Вуди, сейчас посмотрим, кого выпустят в этом раунде. Если у них получится отыгрывать в дефе так же хорошо, как у Мегакрита со своими ребятами, то, в принципе, я думаю, что не составит у остальных игроков труда рано или поздно ввести флажок. Это интересно, что Провокатор не играл, а Провокатор довольно-таки неплохой. Да, кстати. Вообще, у Тони Кросса реально сильный состав. И если Провокатор сидит на замене, то это, конечно, очень круто. Позавидует любой клан такому составу. Это правда, да. Тут даже не поспоришь. Если Сэм Грант, казалось бы, такой старичок, и вот, пожалуйста, так тащит. Экшель. Кстати говоря, этот парень уже ДДшный. Ну, здесь Холли Мэн, ты посмотри, ушел от одной рельсы. Но, опять же, ДДшна настигла его. И Сиза Сан. Ай-яй-яй. Из три рельсы получила одна из которых ДДшная. Все. У Боза не будет. Персон здесь, да, выдал себя. Выдал очень рано. Но его бы увидели в любом случае. Теперь уже атаки со стороны бутцев особо и ждать не следует. Тони немного поторопился. У него была ДДшка. Он поехал на Нитре в город. В итоге еще и зажал себя между двух стенок за домиком. Его там разобрали. Позиционно плохо отыграл. Могу получше, наверное, на Смаке сыграть ДДшный. Может быть. Вот. Видишь, как раз вот такие микро-моменты. Ну и смотри. Сиза Сан. Сиза Сан забирает уже, да, ДДшку. И сейчас будет пытаться заходить в Holloway. Выходит, кто вместо... А, все, перезашел. Вопросов нет. Ну и тогда надо снова смотреть на Сиза Сану. У которого, кстати, уже спадает ДДшка. Вопрос такой в том, что Holloway перезашел из минуса. Но это дело такое. Потом Этернити будет на это смотреть, если захотят. Да, я думаю, что Этернити... Ну, посмотрят. Веки с Сэм Грант. Да, и Смаковод, правда, на месте. И думает, что Тони Кросс должен тут разбираться. Ну, втроем. Да, тут само собой. Втроем, действительно, ребята разобрались. Вопросов нет. Но! А в дефе... Ну, ты посмотри. Вчетвером просто они здесь. Тут еще и респы такие шикарные в Этернити, что сложно. Очень сложно будет увести Дятла. Я бы даже сказал, невозможно. Да, в итоге атака снова нивелировала. Ну и Дашка. В очередной раз выпадает дроп перед мостом у коллектива Woodpeakers. Сиза сам будет заходить. Но пока что вот те разы, те заходы, которые я видел от него, они были какие-то... Ну, без малого одиночные. Это, ну, то есть говорит о том, что хорошие атаки в одиночку, как мы знаем, можно не ждать. За редким исключением. И вот сейчас, кстати говоря, Экшель, Легис и даже Мегакрит очень хорошо отжимают фабрику. Как раз то, что делали Дятлы в первом раунде. Ну и все. Теперь уже Сиза сам заходит, ну, битый, без Дашки. И атака смотрится уже не такой уж и ужасной, не такой уж и решительной. Дахара. Ну, ой-ой-ой, ну да. Разобрались ребята. Холли Мэна здесь быстро сольют. И в итоге, как и изначально предполагалось, то не Кросс. То не Кросс ДДшный в городе. Правда, ДДшка у него уже спадет. Но если ребята заберут Дашку хотя бы одну, это уже будет на самом деле хорошо. Холлувей, пожалуйста, забери и Дашку. Холлувей едет за Дашкой и очень много времени теряет. И Холли Мэн, Холли Мэн, забирай Дашку, хорош. И вот теперь уже можно наводить кипиш. А Легис тут, правда, да. Я бы на него хотел обратить внимание. Да, Легис не даст навести кипиш, пока как минимум он на фуле разобрал. Нет, стоп. Упор не попал по Сиза Сану. Сиза Сан. Ну, понимаешь, обманочка на Викинге. Ну, конечно. И помогает Сану еще его команда. В итоге убивают Легиса. Макс Холлува ему помог. Но Вуци пытаются атаковать, пытаются увозить флаг. Это похвально. Персин есть с тыла. Можно попробовать? Ну вот смотри, они сейчас будут уходить, даже если бы они ушли. Тут Дашный Легис. И Дашный Легис это сразу крест. Такой большой красный крест на атаке. То Некроз забрал Дашку в городе, и в итоге атаки на базу Вуци тоже не будет. Две Дашки Вуци забрали в городе. Это, наверное, похвально. Ну, между тем, Легис зашел, забрал аптеку, и вот теперь уже атаки со стороны Дятлов не будет. Ну, вернее, как. Толоконников, он, конечно, заходит, но у него пол-хп уже нет. Персин тоже будет заходить. Правда, Персина уже убили. Толоконников едет, но Толоконников, кстати, может увезти. Нету пока Этернити в дефе. Ай-яй-яй, ты посмотри. Предательский флаг вернулся очень рано, и в итоге да. Ну, тут не увезет Влад, он бы и так не увез. Ну, теперь уже Персон. Персон пытается заходить в город, наверняка даст сейчас рельсу по Легису или Дахару, но этого мало, этого очень мало. А Мега Крит себя чувствует прекрасно перед мостом. Ну, вот что это такое. Тут еще Семенович, посмотри, как аккуратно заходит Семенович. По тылам этот парень заходит, и что же, будет, наверное... Ну, нет, хорошо, не выдает себя, отлично. А ну, пока все вудсы устремлены в атаку, Семенович просто едет и забирает их дроп. Ну, ты это видишь? Все, забрал Семенович Дашку на фабрике, слил Холве, и пускай атаки от него не будет, он сбил атаку со стороны вудсов. А Холли Мэн... Холли Мэн увез, да, и теперь тащит довольно-таки неплохо, некому его убить. Тони Кросс должен убить сам Гранда, он Дашный. В конце-то концов, Тони, давай, Дэйф как Тигр. Тигр, давайте, давайте, ребятки. Ну, Холли Мэн везет. За ним есть персон, если что, все в этом плане неплохо. Семеновича можно сливать. Экшли тоже можно сливать, и в итоге, ты знаешь, это будет доставка. Это в любом случае будет доставка, поэтому счет 1-0. Тут уже 6 минут, а спустя, но, все-таки, вудсовы ходят вперед. Вот она, синяя сторона. Ну, надо дефить, потому что есть Дашный Легас, плюс еще Мегаклит будет нитровый заезжать, там и Семгран. Семгран, боже мой. Нужно это как-то задефить, а дефить это только один Тони Кросс, которого Мегаклит разбирает, просто стоя на нитре. Но это проблема, вудсовы могут... Это огромные проблемы. Ты совершенно прав. Толоконников, конечно, пытается заходить на контратаки, но здесь два Васпика, и, ну, будет сложно. Тут просто блокирует его Дахар. Время очень-очень много уходит, но... Да, очень много, потому что Этернити разделились на два фронта. Одни пытаются подобрать, вторые пытаются вернуть. Правда, как и нет. Ну, Макс Холловый пытался выдать по Мегаклиту, правильно сделал, он выдал. Легес, правда, увозит. Тони Кросс, какая-то позная там была. Смотри, да-да-да-да-да-да-да. Ну и Тони Кросс, посмотри, в принципе, есть еще шансы на возврат. Правда, ай-яй-яй, здесь Мегаклит хорошо сливает, не сбивает Легесу. И, да, возврата пока что здесь не будет, но Сизы Сан битый, держит флажок. Сэм Грант заходит к нему, и посмотри, Холли Мэн, в принципе, Холли Мэн забрал ДАшку, хорошо. И что же, по-прежнему битый Сизы Сан против не менее битого Сэм Гранта, но все-таки... Там, смотри, Толоконников тоже есть, Нитровый, Тони Кросс еще даже. Да, двое. Ой-ой-ой, минус! Красивая игра, Тони Кросс пойдет. Давай, Тони. Это может быть возврат, надо еще Тони Кросс, но это должен быть возврат. Ребята, ребята, да, это возврат, и посмотри, только Семенович может увести здесь флажок. Он будет пытаться... Нет, он как-то поехал наперекор, и Холли Мэн, ДАшный, я думаю, что будет доставлять, потому что Толоконников, Влад, здесь, опять же, Сизы Сан, Холловей, они просто не дадут сам Гранту доехать до флагштока. 2-0, впереди 2 минуты. Там, я не знаю, кто был перед Мегакритом в этом городе, потому что из-за него, я думаю, Мегакрит и не сбил прицел Толоконников. Он Толоконников стрелял именно через этот корпус, и в итоге не смог кого-то отыграть полноценно. Обидно, конечно, очень, но игра Толоконникова превосходная. Какая рельса под Дахару на опережение. Так, ну, слушай, я не могу разрываться, да, хочется действительно сказать какие-то немножечко оды, так сказать, попеть хвалебные песни, но впереди атака. Снова Этернити заходит, Этернити, знаешь, достаточно хорошо заходит, несмотря на то, что битые ребята, Легис, здесь должен возить. Есть еще Мегакрит, уже в атаку этот парень переключается, но есть, опять же, Толоконников Влад, который, ну, очень, очень хорошо заходит. Здесь уже Мегакрит, уже, ой-ой-ой, Влад, просто с одной рельсы разбирает Мегакрита, ну, и атака, атака, даже если она будет не результативной, в любом случае это значит, что прижмут ребята из Вудпекерс к дефу своих оппонентов, это главное. Холловей отлично забирает дроп в коне, ну, и все, это 2-0, остается 40 секунд. Вот, да, Хар, да, Нитровый, нивелирован и нейтрализован, я бы даже сказал, Толоконников Влад занимает город. Занимает город Викинг, это значит, что в ближайшие секунд 20 атаки не жди. А осталось играть ровно 2 секунды. Да, поэтому... Как бы это было неудивительно, но Толоконников в MVP этого раунда, очень большое спасибо, надо сказать, Холли Мэн, который постоянно ехал в город, забирал почти все ДАЖ и Этернити. Вот Толоконников, Холли Мэн, эти ребята, конечно, решили судьбу этого раунда. На самом деле, я бы еще и Тони Кросса отметил, потому что он действительно вовремя заходил и... Ну, то есть, я бы и о Сизесане то же самое сказал, потому что этот парень постоянно заходил в атаку. Ну, то есть, если его так выделять, то действительно есть о чем задуматься. Ну, а мы будем переходить на следующую карту. Это Медиум, это Форест. Там уже за красных начинают Этернити, ну а за синих, соответственно, Вудпекерс. Да. А так. Я... Как думаешь, какие шансы у Вудсов на Форесте Медиум? Там, ну, благо мы видели уже на этом мешканном чемпионате Вудсов на этой карте. Да, да, да. Ну, ты знаешь, если бы ты спросил меня в матче против какой-нибудь другой команды, я бы сказал, что у Вудсов есть, ну, довольно неплохие шансы. Но сейчас здесь Этернити, которые, я уверен, играют Форест очень даже хорошо, поэтому тут все будет зависеть именно вот от их игры. Потому что как играют Вудсы на Форесте, я знаю, как играют Этернити, я догадываюсь. Будем надеяться, что игра будет, ну, достойная. Это главное. Так, я, ты знаешь, вот спросил, так, зашел в чатик и сразу переключился на игру. А за кого, собственно, ребята болеют, я так и не посмотрел, не посмотрел. Вот что Макс Се там пишет, что пишет Дмитрий. Дмитрий... Вашурин. Вашурин, а я так и думал, что ты про него. Ну, естественно. Да, так, ух ты, ну вот я вижу, что есть ребятки, которые болеют и за Вудс, и за Этернити, и даже одновременно, как это работает. Ну, в принципе, я могу вас понять, ребята, действительно, Этернити тоже прекрасный коллектив, поэтому даже мне тяжело. Я за Этернити, там Ванька, он хоть и поц, но свой. Просто не понимаю пока что этот язык. Так, Костян, я и Вудси были в одной команде. Здорово. Очень здорово. Были в победившей команде. Ну да, наверное, так. Еще, ну, не знаю, будет 8 раундов, не 8, может, все 15 еще раундов придется смотреть, кто его знает. Но все же, если дойдет до пенати в формате хард, то Вудсам там будет безумно тяжело. О, да. Я думаю, что, да, для Вудсов вариант закончить это вот в 5 карт максимум, это как раз то, что надо. Правда, не так уж это и просто, как думают сейчас наверняка ребята из Этернити, потирая руки. И, в принципе, справедливо думают, потому что в лайте счет 1-1, а дальше формат, я напомню, медиум. Медиум это все-таки, если вот так вот взвешивать, больше уходит, я бы отдал здесь предпочтение коллективу Этернити. Я думаю, Ваня не даст мне соврать. У них заготовки в Этернити хорошие, мы видели, как Этернити неплохо чувствовали себя в матче с Synergy. Вот с этим вас прошел в том, это ЛБДЖ. Это действительно было любопытно и интересно. Да, да. Ну, в принципе, надо сказать, что в матче с Synergy, да, отвлекся на чатик, действительно Этернити себя очень хорошо показали. И, ты знаешь, я бы сказал, что, ну, после этого матча они, если до этого они еще у кого-то под вопросом находились, то теперь Этернити действительно в роли, ну, претендентов, в том числе и на финал. Ваня, как тебе играет сам Гранда во втором раунде? Очень много промахов от него, провокатор так не мажет. Ну, мы не знаем, как играет провокатор, ну, в плане на Хантере. Но в первом раунде сам Гранд хорошо отыграл, поэтому неудивительно, что его поставили. И на второй раунд за красную базу в любом случае тяжелее играть, чем за... Да, это воистину так, поэтому тут, ну, тут это понятно. Любой Хантер или Викинг, который играет за красную базу, испытывает максимальное количество трудностей, так как к нему в город приезжает самака, еще если дроп в разломе падает быстрее, чем у тебя в городе, так ты вообще можешь в город в целом не ехать, встать на паузу и стоять где-то на коне в надежде, что тебя не найдут. Ну, тяжело, тяжело. Так что все хорошо. Так, ждем мы ссылочку, ждем, как всегда. Я напомню, что у нас следующая карта по рост в формате медиум. Да, ну и раз так, в самое время, да-да-да, туда переходить. Есть ссылочка, это уже хорошо, это прекрасно. А я, кстати, напомню, друзья, что мы потенциально можем, на радость нашего оператора, посмотреть сразу два фореста сегодня. Форест, который сейчас мы увидим в формате медиум и форест в формате HRW. Ну, форест в формате HRW и медиум, они по-своему прекрасны, все-таки тяжело стрелять, сложно координироваться, и зачастую все заканчивается разменом. Но ты знаешь, какие иногда бывают здесь прекрасные прострелы, своевременные увозы. Ну, прострелы в плане, опять же, да, своевременной. А иногда бывает, ты смотришь форест, ты видишь, как просто игрок находится на одной стороне карты, проходит буквально секунду, он прыгает, сливает в прыжке игрока, возвращает флажок, доставка. Ну, то есть, все мгновенно происходит, и вот за это я форест люблю. Еще со StarLadder полюбил. Именно вот такой. На форесте еще очень хорошо виден скилл восповодов, так как тут очень много подъемов, и тяжело играть на этих подъемах. Ласпика, неопытные восповоды, как раз тут, очень часто падают в минусы, или просто боятся отыгрывать отверх, допустим. Ну, мы посмотрим. Но, если так посмотреть, то и там, и там отличные ласпики, поэтому все будет четко у них, я надеюсь, конечно. Тем более, это медиум. Ну, правда, в медиуме тоже васпиков достаточно. Ну да, но тут не васпики на рельсах. Кстати, будет ли васпоша от Вудпекерса? Хочется интересное. Ага, ага. Я помню, Персика божил когда-то. Это, конечно же, не точно. Главное, такое ему не говори. Играл как красавчик. На васпики он? Он всегда играет как красавчик. Он, в принципе, красавчик. Единственная проблема, что на шафте тяжело попадать, и очень просто тебе сбить прицел, той же смоке, рельсе, грому... Ну, рельсе тяжелее, а вот грому, смоке, молоту, там, рикошету, шафт сбивается очень легко, особенно когда ты играешь на васпе шафте. Ты знаешь, говоря вообще о такой пушке, как шафт, тем более на форесте, я бы вот на что обратил внимание. Есть множество прекрасных команд, ну, то есть прекрасных примеров того, как ребята действительно на медиуме отыгрывали на шафте. Это и вот те же пингвины, что далеко ходить. Но есть и плохие примеры, их, надо сказать, большинство, когда ребята берут шафт и просто выцеливают. Стоят на одном месте и выцеливают. Причем такое есть даже на ЦП, поэтому если здесь будет шафт, который действительно вовремя это делает, а не просто стоит всю игру и смотрит в одну точку, в надежде, что кто-то выйдет, тогда да. Ну, зная Вуцов, может быть, все что угодно. Вот я помню, что в медиуме на Кельне с Энерджи брали Магнума. А это, слушай, если я правильно помню, это так давно было, что... Вот против пингвинов в финале. А, против пингвинов. Конечно, я Ветерс там неплохо на Магнуме отыгрывал. Я помню еще матч с Энерджи... Погоди. Нет, это не Энерджи тогда играли. Это Перцы играли с пингвинами в групповом этапе. Да, аналогичная ситуация была, но ладно. Действительно, ну на Кельне, надо сказать, что там хороший Магнум решает. Будем надеяться, что сейчас подобного рода заготовки мы увидим и со стороны коллективов на этой карте, в этом формате. Не знаю, куда впихнуть шафт на Форесте. Да что ж ты так хочешь, шафт? Я не хочу, но его все берут. Вон Максе в чатике не даст соврать, Максе сам отыгрывал. На шафте против Этернити, на Редалерте, у него там не пошло немного. ЛБЖ смотрелся получше. Нет, ну это Редалер. Кому? На Редалерте шафт очень даже смотрится. Ну а на Форесте-то куда его запихнуть? На Форесте... Кто-то будет на шафте бахать. Ты знаешь, ну я неоднократно на ТКВ видел шафта на Форесте, и в принципе, в принципе, можно отыгрывать на нем неплохо. Но, опять же, это при условии, что будет какая-то ротация, потому что просто шафт... Это такое. Хорошо брать шафт, знаешь, на первых парах, или, наоборот, ближе к концу, когда резистов нет, и шафт, в принципе, может реально зарешать в какой-то момент. Я бы брал не вас по шафту, а Хори шафту, потому что Хори шафту тяжелее сбить. Это, ты знаешь, это уже дело вкуса, тут кто как умеет. Я думаю, что... Да-да-да. Знаешь, большое дуо на маленьком танке тоже не смотрится. Тут я с тобой не могу даже поспорить. Эстетика, так сказать, не работает. Это правда. Ну, если ребятам проще играть... Ну, ты же сам понимаешь, что вас и повыше будет, поэтому тоже есть свои плюсы, есть свои минусы. Как ребятам удобно. Главное, чтобы они хорошо играют. У нас, кстати говоря, уже происходит рестарт, а поэтому... Поэтому... Поэтому мы будем готовиться смотреть медиум. Вот ЛБЖ уже на вас по шафте, но смею, как это выглядит некрасиво. Такое вот огромное-огромное дуо. Вон, Макс пишет, шафт норм на Форесте. Он норм, но далеко не у всех. Я сейчас как раз на это и обращаю внимание, что, ну, не у всех эта пушка, не у всех в руках эта пушка, тем более на этой карте, смотрится хорошо. Если кусты есть, то это вообще фигня полная. Да, действительно. Вот я как катаю на Форесте, я смотрю эти кусты, все как в тумане. Ничего не видно, поэтому... Тогда, Ваня, главное понимать, как играть. Тебе надо просто купить на шафт устройство на три выстрела. А, ну, у меня есть. Я с ним раз и играю. Поэтому мне теперь комфортно, тут жалко устройство это использовать. Да, да. Это уже другой вопрос, но да. Оно реально хорошее. Да. Ну, и, кстати говоря, если бы это устройство можно было здесь использовать, тогда бы шафт действительно заиграл новыми красками. Ну, посмотрим, будет ли он здесь. Будет ли Холли Мэн играть. Будет ли Холли Мэн... Ты знаешь, на самом деле не удивлюсь, если так, но думаю, что не сначала. Хотя очень даже может быть, Холли Мэн почему бы и нет. Кстати говоря, мне довольно понравилось, как Холли Мэн играл в лайте, поэтому, в принципе, Холли Мэн хорош. Хоть его давно и не было, и иногда он не приходил на игры в плей-оффе особенно, Холли Мэн действительно хороший игрок, и я думаю, Вудсом он должен помочь. Хотя бы в легких форматах. Вот он на вас поездит, я так понимаю. Нет, на вас поездит. А-та-тан. А, Ваня, я смотрю на ЛБЖ, и сердце моё бьётся всё сильнее, потому что ЛБЖ у нас отыгрывает на вас по шафте. Ну, как это, ЛБЖ без шафта Перси Тоже, да? Нет, перси Персон на громе Эх, предан братства шафта Посмотри, посмотри, Холли Мэн, Холли Мэн-то уходит И вот, шафт, смотри, одна плюшка Нет Холли Мэна Да, он битый был, но тем не менее Так, давай быстренько Пройдемся по составам По сетапам и можно спокойно уже Тони Кросс у нас отыгрывает На вас по Жиге Интересно, Холли Мэн на вас По рельсе, Толоконников Лат На Викинга Твинсе Богдан на Смаке На Викинге, Персон, как уже сказали На вас по громе И Вуди пока что в дефе стоит На Рикошете на Викинге За Этернити, Мистер Ванька 1, 2, 3, на вас по резиде Мегаклит на Викинга Рикошете ЛБЖ 6 на вас по шафте Айлегас На Викинга Смаке Ну и еще двух игроков Надо найти Дахар Дахар вот играет на Викинга Твинсе И Семенович На вас по реле Так Так Ну В принципе Ничего Экстраординарного Я пока что не вижу Я вижу что Есть У мистера Ваньки Резиста Шафта Интересно При том что Шафта Пока что нету Он боялся Персона Изначально Он снился ему в кошмарах Да скорее всего так и было Кстати говоря Семенович Посмотри Заходит на пустую базу И Все правильно делает Этот парень Уходит по респам Там нету Никого Потому что все остальные дятлы В атаке А благо Респится Тони Кросс Ну на самом деле повезло Ну конечно повезло Семенович уходил по респам И на респах от респался Тони Кросс Ну он мог наверх уйти Там на самом деле Мог уйти наверх Да там Вуди был ДДшный Там в любом случае Семенович Ну Никак не мог уйти Он мог только Немного потроллить Вудса Вот этим вот Увозом И понервировать им Так Ну вот Зашатанные нервы Я бы здесь На самом деле Поспорил По-моему Он мог спокойно Проскакивать Ну в любом случае Он потроллил И Ты знаешь Вуди ДДшный Будет увозить В принципе Все прекрасно Богдан С Тони Кроссом Должны дефить И это Очень похоже На первый ввоз Если конечно Это не закончится Разменом Или это не закончится Возвратом Или да Догорит Мегакрит тоже Банька тоже Догорит Тони Кросс Давай Слушай Вуди просто едет Медленно Но едет ЛБЖ тоже И разобрались Это будет доставка Переодевается Попроцентный На громе Легас Второй Уже не попадает Бедный ЛБЖ пытается Шафтам Застрелить Этого Богдана Говорит Ну попадите же В него Я вас Пошав Я не могу Убить Такое Состояние Слушай А мистер Ванька Пока что Не до конца Реализует Свою пушку Но мне кажется Если он сейчас Приноровится То может Ну очень Очень Плохие вещи Делать Я уверен Что у него Это Получалось Не раз И сейчас Дахар 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 выживает Ты посмотри Вот Теперь это уже Дашный Дахар С Изидой Хотя только что Лоу хп было Ну Дахар Да Есть И кстати Все Этернис Едут в атаку Мегакрит С Легисом Выдвигаются От дефа Полиспан Правда Вот это не будет И 5 минут Остается Для Этерниса Времени Кстати Еще вагон Тут дроп Будет падать Можно его Забирать Откролить Как-нибудь Персом Правда Нитру забрал Одно Нитру меньше Смотри Богдан что взял А резист От шафта Он взял Также на смоке Ну понятно Все в принципе Логично Резист поменял Легис Также переоделся И вот Легис Умер этот парень Не успел Посмотреть Богдан снова везет И Богдан снова увозит Правда ЛБЖ Ну да Тут Тут Будет возврат В любом случае В травм Ребята Холли Мэн Тони Кросс Вот это очень опасно Еще и Влетает Тони Кросс На Ваньку Заставляет его Вернуть флаг А Холли Мэн Уходит на центр Рельса По Дахару Отличная Будет свободно ехать Легис Посмотри Ай-яй-яй ЛБЖ Рельса Какая От Холли Мэна Переводит Боже мой Красавчик Это Это действительно Было хорошо Но возврату Здесь быть И ты знаешь Семенович Это увез А это значит Что опять же С мистером Ванькой И это доставка Это очень Очень Ну такая Жирная Точка Вот в этом Увозе И на самом деле Реализовали ребята Сделали все Очень грамотно Теперь Счет уже 1-1 Но остается Играть 4 минуты Будет Переодевается Так Этот парень На рикошете На рикошете С резистом От Так Твинца Грома И рельсы Понятно Ну и Дахар Заходит Заходит На Твинце Понятное дело На Дашке Семенович Так же хорошо Сливает Влада На рельсе И это Судя по всему Будет Второй уход Слушай Буквально минуту назад Вудсы Чувствовали себя Безраздельными Хозяевами На карте Тут Уже Действительно У них Проблема Семенович Уходит И он уйдет Он с мистером Ванькой И как раз Этот самый Мистер Ванька На изиде Делает то Что от него И ожидалось Это вторая доставка Дедов переоделся Я только хотел сказать Что там 4 резиста От рикошета И у Этернити Из-за этого У него Увезли флаг Просто На рикошете Не разобрать Людей У которых 35% Вот так вот Легко Особенно Дашь на викинг Это Огромная проблема Но это еще не конец Ты можешь Холлимен Ну ладно Тут Переодеваются Ребята И Ты знаешь Так Персон Переоделся Богдан Переоделся Смотрим Смотрим А Персон Персон на шафте Вот она Вот она Сила Так Я тебя Понял Персон Кто еще Кто еще У нас переоделся Легис Да Где Легис Легис Не прячься ЛБЖ переоделся Он По-прежнему На шафте Не изменяет Свои пушки А И Легис А где Легис Не вижу Да Вон На викинга Смаке Ага Да Ну и Резисты Да От Твинца От Рельсы И от Смаки Вуди Дов Щеголяет Своим Лиловым Твинцом Который К слову Не помогает Забрать Дашку Двое Шоптоводов И Персон Ее выиграл Правда Больше Был Немного Битый Но Это Неважно Персон Еще будет Пытаться Увозить Сейчас На бодиблощадь Просто Дахара И мистер Ванька Никуда Не успеет Ты посмотри Ушел Надо сокращать Персон Пожалуйста Сократи Нет Визит Ладно Он не трогает Хорошо Брат По шафту Сейчас будет Выдавать Разрулив Выдает Выдает И тут Тони Кросс Который В принципе Должен Сливать Богдан Ставит Второй флаг Это 2-2 Но остается Еще полторы Минуты На самом деле Времени Вагон Можно спокойно Заходить Спокойно Увозить И в атаке В атаке Мистер Ванька Тут правда Нету Среднего Корпуса Которого Можно было Лечить Поэтому Здесь Должны Разбирать Этого Должны Разбирать Мистер Ванька Да Ну Тони Кросс Разберет Ладно Допустим Ну и ДДшка ДДшка Выпадает У ребят Из Этернити Так Основа Твоя любимая Дуэль Восповодов Но тут Мистер Ванька Нарушает Правила Влезает В эту дуэль И ЛБЖ Выходит Победителем ЛБЖ Кстати Который Поменял В резист Взял он От рельсы От смоки И от Молота Ну Мега Тут Уже Будут Я думаю Вутсы Стараться Стоять За дэфи Да Ну 30 секунд Ты знаешь Холлимен Вот Вот оно Начинается Действительно Ребята Разделились И Холлимен В принципе Мистер Ваньку Может переигрывать В ближнем Ну В ближнем Нет Но Все таки Персон Здесь должен Ему помогать От персона Нету Резистов Но ЛБЖ Ну вот Что Больно На самом-то Деле Разобрали Здесь Ребята ЛБЖ Ну вот Сейчас он Просто стоял Ну серьезно Камон Тем не менее Да Заканчивается Со счетом 2-2 Это Десятиминутка А это Значит Что И первый Раунд Медиума Довольно Интересно Интересно Как Персон Факу Вез Да Ну там На лоу-хп Действительно Там Вот этот Бодиблог Он очень-очень Поспособствовал Толоконников Очень круто Отыгрывает Встречу Он и на лайте Смотрелся Очень хорошо И на медиуме Просчитал Ситуацию Видимо И Персик Надо тоже Отметить Поехал Не сразу Возить флаг А спрятался Видимо Пошла Инфа В конфу Что Оттолоконникова Я заблочу Круто Отыграл Он просто Огнемет Запоминается Когда Он совершает Такие Какие-то Массовые Возгорания Массовые Четыре человека Не достаточно Массовые Вот Запомнился А потом Ну Как-то Так вот Ушел На второй план И уже Ну Ты знаешь Главное Что он Не давал Ребятам Из Атернити Когда находился Здесь На своей базе Заходить В атаку Это действительно Дорогого Стоит Главное Чтобы сейчас Все Получалось Примерно Так же Интересно Кстати Говоря Что у нас Ребята По-разному Выбрали Ситап Ну То есть Понятное Дело И вот Продув Обнимет Со стороны Вудпекерс Когда Мистер Ванька Отыгрывает На изиде Надо сказать Что Вот эти Два Флажка Были Оба Доставлены С подачи Мистера Ваньки Он Действительно Очень Помогал Причем Он Неоднократно Помогал Не только В Вот этих Увозах Результативных Но и в принципе Ну конечно Как только Ванька Мудрялся Доехать До атаки Его не убивали То сразу Была Опасность Или Попытка Увоза Это факт Вот Посмотрим Как это будет Происходить Во втором раунде Делиты Произошли Да Делиты И можно Сразу Посмотреть Ну В принципе Особо Ничего Не меняется Со стороны Коллектива Вудпекерс А ЛБЖ Тоже на шафте И где Мистер Ванька Да Толоконников Сразу На дашке Заходят На синюю базу Будут убивать Он мега крита И увозить флаг Вот это атака Правда Семенович Там уже Дал рисун Это ничего не значит Смотри Холимэн Холимэн Нитровый Это опасно Легис Тони Кросс Отвлекает Внимание Да Легис Действительно Будет Стрелять Но Надо здесь Холимэну Просто продержаться Как можно дольше Ну нет Ну нет Камон Ну так Так не надо Делать И да А тут Действительно Разобрались Ребята Из Этернити Теперь Уже Атака С их стороны Должна Наблюдаться Пока что Нет Но Семенович Забирает Аптеку ЛБЖ Борется С Богданом И Слушай Богдан Заберет Заберет же Ай-яй-яй Вот он Мистер Ванька Который Действительно Сейчас Поспособствовал Легис Кто заберет Кто заберет Конечно ЛБЖ Кто же еще ЛБЖ Забирает ДДшку И будет Этот парень Сейчас Сливать Тони Кросса Уходит На респ Мистер Ванька Хорошо Но Легис И Мега Крейт Уже занимают Правый Для Вуца Фланг А ЛБЖ На ДАшке По прежнему И ты знаешь Чувствует он Себя превосходно Тони Кросса Снял С одной Плюшки Персона Тони Кросса Уже дважды И пока что Пока что Нет к нему Никаких претензий Богдан Нет первый раз Сейчас подожди Тут ДДшный Да был ЛБЖ Его быстро Сняли Ну и Влад Заходит Дашн Тут правда Он один против четверых Тут же ЛБЖ Поэтому А да ЛБЖ Так далеко Шафт Так высоко Не поднимается И в итоге Тони Кросс С Дэфи разобрался Персон Никуда не уйдет Ну и Богдан С Коли Мэном Слишком они далеко Все В итоге Разобрались В Дэфи Ребята из Этернити Но они тут были Вчетвером Вчетвером Карл А это значит Семенович Заходится Никто не видел Вудитов Его как-то призевал И берет флаг Уходит на Вудитов 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 Спуститься Надо А у того Резиста Трикошет Да 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 Есть резист И тут уже Ничего не попишешь Семенович на Нитре Очень быстро уходит На Тони Кросса Вся надежда Здесь есть мистер Ванька Надо его сжигать Да 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 Сжигать Семенович Слитый Это может быть Возврат ЛБЖ ЛБЖ в полуминусе Да посмотри Нет Это не доставка Холли Мэн Возвращает с флагштока Браво Дятлы Есть Ладно Персону возит Потом скажу Персону возит Флаг Снова на ноль хп ЛБЖ в погоне С мистером Ванькой ЛБЖ пока не попадает Холли Мэна Надо блокировать Не давать попадать Отличный Сбитый Шафт От Персона Холли Мэн Айяй Холли Мэн Ну вот это провал Хватит Надо ехать на размин Вудсом Потому что Этернити точно будут Входить тут Пятером Нет Не хотят Ну Слушай Ну тут есть Тони Кросс На самом деле Он быстро Ваньку сожжет И до Хара Дахар один остается У него нету резиста Есть Есть ЛБЖ один Он остается Опять же И будет Будет его сливать Есть Возврат Но Багдан Ушел Деменович Ты Холли Мэн Отлично Отлично Все хорошо Будет скидка Под Персон Минус Да не надо Нет Тут уже не надо Но это доставка На самом деле Слушай Это было Очень красиво Это 1-0 В пользу коллектива Вудпейкерс Задейф Задейф Это срочно надо Вот Ваньку убили Надо Отстоять А вот Тони Кросс Будет В свою очередь Пытаться увозить Главное Мега Кота Тут обмануть Ну подожди Ну ЛБЖ он разберет Разберет Ня-я-я-я Да Можно было На центр Завернуть Вот Мега Крит Спрыгнул Может было Нырнуть На центр Попробовать Да можно было И назад Уходить На самом деле Тут Подбирает Персон Флаг Ну подожди Тут есть ЛБЖ И у него больше ХП Есть Тони Кросс Он далеко Находится И да Это закономерный Возврат Но заход Был опасным А мистер Ванька Что он Возвращается В Дэв Посмотри Видимо Будут ребята Забирать Дэдэшку Должна Контролировать Дахар Кстати говоря Тем временем И Дахар На Ой-ой-ой Что с Семеновичем Дахар На Громе Семенович Минусе Да уже Второй раз Пытаются В очередной раз Штурмовать Флагшток Этернити Ребята Из Вудс И ты знаешь В принципе Довольно успешно А Персон Ну да Хорошо Заходили Покусали Но не более того Ребята Разобрались Надо уже Выдвигаться В атаку Этернити Так Богдан Переодевается Что взял Богдан Я хочу Поругать Хулимэна Потому что Если бы он Не вернул этот флаг То можно было бы Смело менять С этого Фореста Так как он Вот при этом В своем увозе Семеновича Не попал Три раза По этому Флагоносцу Если бы он там Еще не попал Это был бы полный провал И вообще Хулимэн Не очень много попадает Но главное Знаешь В ключевой момент Попал Ну в первом раунде Он попадал Довольно неплохо Да Ну вот Конкретно В данном эпизоде Ну да Доставка на его совести Там На самом деле Он промахнулся Еще в самом начале Когда увозил флаг Причем Ему не сбило бы же Он просто промахнулся Ну это Так или иначе В любом случае Была доставка Разобрались Дятлы И теперь Уже Надо Надо Как-то уже Этернити Выдвигаться В атаку Есть Здесь Мистер Ванька Легиса лечит А Тони Кросс Всех калечит И этим Все заканчивается Легис будет слит Мега Крит Передевается Как стихами Заговорил Мистер Ванька Всех лечит А Тони Кросс Всех калечит Хулимэн Будет увозить Мистер Ванька На Изиде Ничего Не противопоставит Хулимэну Тони Кросс Уже едет На бодиблок На своем огнемете Шафт Да Но Все же Персон снова увозит Этот Ванька Нету Нету резиста Богдан Сбивает Семенович Кидает того в минус Смотри Просто бодиблок Давай Твой любимый бодиблок Есть Хорошо Мега Крит Ай-яй-яй Мега Крит На самом деле Опасный игрок Коскидка хорошая Не надо Разберут Надо спешить Пожалуйста Побыстрее ЛБЖ ДДшный Этот парень Сливает с одной тычки Холлимэна А ну и сейчас Будет просто Дамажить По самому Я не хочу Дахар Тони Кросс Зарешает Он обязан Зарешать Тони Кросс Он зарешает Должна быть доставка Ну это да Это 2-0 Не успевает Мистер Ванька Действительно Две с половиной Минуты остается И пока что Все Предельно Предельно Как-то Неоднозначно Для ребят Из Этернити Холлимен Мы не отметили Но он достаточно Давно уже Переоделся Взял он Молот И Мега Крит Ну Слушай Пытаются ребята Отыгрывать По левому Для себя Флангу Пока что На самом деле Не особо Удачно Атаки Нету Да Да Говорили В первом раунде Что Ванька Отлично С Дахаром Заходит в атаку А в этом раунде Ни одной Не было Такой атаки Вот Дахар Еет Он один И вот Мистер Ванька Только сейчас Он мигает С твоей зиткой Подожди Меня пожалуйста Успевает Ну успевает Слушай Ну тут на самом деле Довольно опасно Потому что Сливают Хорошо Сливают мистера Ваньку Но Дахар Он еще Дададешный Он разберет одного Разберет Богдана И вся надежда Снова на Тони Кросса Спадает Спадает Дашка Ну и Ты посмотри Ты посмотри Он сольет Тони Кросса Есть Снова мистер Ванька Надо заходить В атаку Все очень опасно ЛБЖ Переодевается Берет он место Шафта Молот И Ну вот Теперь Должен на резистах Чисто на резистах Переиграть Это хорошо Что он взял Молот Он был бы Шафт Мог бы Проблем доставить В данной конкретной эпизоде А так баллона Уже нету ЛБЖ И Богдан уйдет Богдан уйдет Да Действительно Так Но ДДшка Наверху Хорошо Скидка есть Очень хорошо Ребята понимают Все происходящее на карте Богдан ДДшные сейчас будут Пытаться возвращать Вудса Здесь есть мистер Ванька Мистер Ваньку сожжет Тони Кросса Семенович Тоже Тоже будет подожжен Ну и в принципе Оставлен Это Подожди Это возврат Действительно Так Персон Персон возвращает Этот флаг И Семенович Через Тони Кросса Тони Кросса Вернись Ай-яй-яй Мистер Ванька Ну подожди Мистер Ванька И ЛБЖ В принципе Можно разбираться Вудидов Вудидов на рикошете Да Ничего он здесь не сделает Это снова размен Да это не важно 17 секунд До конца Мы можем Действительно Констатировать Факт что Вудсы выходят В этом матче вперед Причем на медиуме На медиуме Карл А чего А чего мы это Удивляемся Если мы В принципе С тобой говорили Что вудсы Начеркали Просто безупречно Да Тут черкания Этого не отнять Но я все таки Ожидал Невероятного прессинга Со стороны Этернити К тому же Видно было Что у них есть Заготовки Есть тот же Мистер Ванька На Эзиде И опять же Давай вернемся К тому разговору Пока ожидается Третья карта Я напомню Что третья карта Это Губаха И это Формат ЦП Ну так вот Ваня О чем мы с тобой Говорили Мы с тобой Говорили о том Что действительно В первом раунде Мистер Ванька По большей части Помогал в атаке Он Помогал на увозе И тот же Легис Приспокойно Мог уходить Сейчас Все Кардинально Изменилось Семенович Даже ушел Там Если ты помнишь Ну то есть Спокойно С Эзидой Можно было Это делать Здесь Играя за Эту сторону Больше Мистер Ванька Смотрел в деф Отыгрывал По левому Для себя флангу И соответственно Атаки Как таковой Не было Да Периодически Заходил Дахар По большей степени Даже заходил Один Семенович Но Один Семенович На васпыке На рельсе Мало что может сделать И вот он Итог Действительно Один ноль Один ноль Почему один ноль Два один Два один Но вот Как мы с тобой Говорили Восповоды Будут решать Очень много И Персон Безумно Круто Отыграл Не важно Какая у него Пушка была Одета На этом Юрковом корпусе Но вот Те Возы Которые он делал Они Действительно Очень крутые И даже Если мы Подводим Это все Губахи ЦП То Ну Вудсам Нельзя Говорить Что мы Не умеем Играть ЦП Сколько Они Эти Губахи Уже Отыграли В этом Мешкодовом Чемпионате По-моему Есть Круповой Этап Губахи Кроме Пустыни Ну там Не только Да Но Ты правильно Говоришь Действительно Очень Часто Ребята Играли ЦП Причем Именно Губаху В этом Формате Поэтому Ну Здесь Вудсы Должны Должны Показывать Свой Максимум В принципе Да Это будет Очень Сложно Против Этернити Я уверен Что Ну то есть Понятно Этернити ЦП Это Можно сказать Синонимы Я уверен Что они Прекрасно Владеют Всем Что требуется Для победы ЦП Но Я Так же Уверен Что Дятлы Могут Показать Хорошую Игру Как Минимум И Как Максимум Даже Забрать Раунд Я Безумно Еще Рад Что Вудсы Навязывают Борьбу Этернити Потому Что После Победки В этой Переигровке С Петсами Я слышал Много Отзывов Что Вудсы Выйдут И салют Причем Даже Я так Говорил Что Они не Фавориты Однозначно Они показывают Что не зря Вышли в малый финал Межкланового Чемпионата И Настолько Круто Отыгрывают Ну Ваня Давай будем Объективны Начиная С Момента Когда Вудсы Выходили Из своей Группы Все Как раз И говорили О том Что Это Самая Слабая Группа Ну Справедливо Справедливо Самая Слабая Группа И Поэтому Вудсы Там Не Представляли Большой Опасности И вот Действительно Топ 4 Игра За третье Место И меня Тоже Очень Очень Радует Несказанно Просто Радует Что они Не просто Навязывают Борьбу Они Сейчас Даже Впереди А я Напомню Что Мы Уже 100% Посмотрим И Губаху И Форест И Судя по всему Соликамск Ой Я Хочу Соликамск Посмотреть Но Я Ни разу По моему Не видел Харта На новом Соликамске Или Видел Но Не такой Классный Который Может быть Здесь Ну Действительно Здорово Должно Быть На столике К тому же Вудсы Умеют Играть Харта Они В этом МЧ Научились Все Форматы По моему Играть Судивительно Того Насколько Они Будут Верить В свои Силы Ну Я бы Не был Так Уверен Насчет Хард СТФ Тем более На Соликамске Но Если И выбирать То Я думаю Что на Соликамске Вудсы Все-таки Могут Навязать Какое-то Сопротивление Так А Почему Нет Что Их Может Остановить От этого Не знаю Что Может Остановить Может Быть Этернити Я не знаю Потому Что Смотри Вот Допустим Сейчас Будет ЦП Я Ну Предположим Что Этернити Реально Сильнее ЦП И они Выиграют И два Раунда Но Потом Будет Харавара А в Харавара Вудсы Не слабее Этернити Вообще Ну Вот На самом деле Да Это Как раз Вишенка На торте Вот Нашей Трансляции После Губахи Мы будем Смотреть В любом Случа Снова Форест И это Уже Харавар А это Означает Что В теории Вудсы Могут Подойти К Соликамску В роли Фаворитов Потому что Они будут После Фореста Вести Там Получается 4-3 Если 2 раунда Вудсы Возьмут На форесте И сейчас 2 раунда Этернити Я к этому Клоню И потом Харта Можно Задейфити Попробовать Как-нибудь Ну Ты Знаешь Тут Другое Дело Что Для Вудсов В идеале Да Было бы Затащить Хотя бы 1 раунд Губахи И еще 2 раунда Фореста Все Тогда Вопросов Нет И у Вудсов Все Прекрасно Но Если Они Идут Играть ЦТФ И там Допустим Доигрывают До пенальти То Как ты В самом Начале Отмечал Действительно На Пенальти Раунде В формате Хард В формате ЦТФ Им будет Невероятно Сложно Нет То есть Вудсам На пенальти Идти Вообще Нельзя Потому что Какие Пенальти Продемонстрировали Нам Стержи Против Этернити На А3 Это Другой Уровень Совершенно И будутся К этому Не готовы Но я Почти В этом Уверен Может Райна Тренировала Я бы хотел Ваня С тобой Поспорить Но нет Действительно Надо заканчивать Допе Знаете Как бы Моя карма Не была Сурова Кланам Которые И по 4 часа Они не сидели У нас За танками Но все же Ваня Вот Да Друзья Мы вот С Ваней Перед Матчем Поговорили И как раз Я ему сказал Что Если Здесь Будет Пенальти То я Я даже Не знаю О чем еще Можно говорить Я не верю Что здесь Будет Пенальти И Ваня Вот Со своей Кармой Действительно Ну что началось Ваня Нормально Все Начали Выигрывать Эталии Так не должно Было быть Сейчас Еще ЦП Возьмут И тогда Если они На самом деле Возьмут ЦП То они Будут Они уже Герои Для меня Лично Ну все Это просто Я Повешу Плакат Распечатаю И повешу Над кроватью Ой Ну тут На самом деле Да Точки На точках В формате Хард Само собой Я бы Все-таки Ставил На Этернити Ну Любой Наверное Поставил бы На Этернити Да и В формате Медиум Любой бы Поставил На Этернити Хотя Ну Медиум Не так сильно Кроме Нас С тобой Да Мы-то Понимаем Что Будутся Не так Слабые Ну Как Будутся Могут Быть Слабые На этих Картах Они Весь МЧ Играют На этих Картах С любыми Кланами От Мало До Велика Начиная От Локат Мототаг Заканчивая Пингвинами И Перцами Все Повидали Вот смотри Как бы Опыт Опытом Но я Опять же Уверен Что Этернити Тренировали Губаху Причем Неоднократно Я Ну вот Поправь меня Если считаешь Что я не прав Но Я Уверен На все 100 Что Этернити Знают Как играть Губаху Мы Кстати говоря Видели Как они Тоже Играют Губаху С Кадетами Да Это Были Кадеты Это Было Достаточно Давно Но Но Ну как Достаточно Давно В начале Плей-офф В начале Недели То бишь Ну В принципе Там они сыграли Настолько Великолепно Что Мистера Ваньку Я приводил После этого В пример Еще Матчи 2-3 Подряд И то Это Ну То есть Я Я даже Не знаю Что тут Добавить Этернити Такую Классовую Игру Такое Классовое Превосходство Показали В игре С кадетами Что Если Они будут Играть Сейчас Так же То Вудсам Здесь Не сдобровать Как Раньше Назывались Этернити Ну Как тебе Сказать Здесь Есть Ребята В частности Мегакрит Из Некстов Здесь Есть Ребята Из Тимпойнтерс А Этернити Это Этернити И они Были Всегда Есть Всегда И будут Всегда Нет Скоринг С девушкой Уже Висит Но Надо Будет Снять Поменять На Вудсов Ждем Пока Кланы Наладят Свои Проблемы С чекером Не Наладят Проблемы А наоборот Устранять Проблемы С чекером И мы Начнем ЦП Да Все Зависит От Вудсов Вот Мне Безумно Понравилось Как они Сыграли Лайт Безумно Понравилось Как они Сыграли Медиум Не Бало Знаешь Такой Начинали С первых Минут Дейфить Этот Медиум На Молодую Зависит Баст А тут Они Шли В атаку Они Давили Они Верили В свои Силы Вудидова Одного В дейфе Оставляли Тони Кросс Помогал Где-то Впереди Сжигал Все На своем Бути Такую Игру Приятно Смотреть И Тони Кросс Благо Не на Изиде Играет Спасибо Славному Координатору Ну Ты Это ты Про Медиум А сейчас Сейчас Все Может быть Иначе А на самом деле Вот Да Как Вудс Играли В матче С пингвинами На этой Карте Было Стыдно Смотреть Они Действительно Были Очень Зажаты И Вот эти Заходы В три Человека Ну В плане Три Респа На одну Точку Чтобы ее Отжать И в итоге Так и Не отжимали Это Было Это Было Печально Надеюсь Что Сейчас Этого Не будет Все Таки Матчи С перцами Они Смогли Смогли Показать Класс Именно На точках Поэтому Все Может Быть Да Витязь Вот ты Знаешь Очень Странно Как-то Говоришь То есть Вудсы Точки Все Хороните А Тот Факт Что Вудсы Изначально Которые В точках В формате ЦП На которых Вообще Никто Не ставил А победили Тех же Перцев Это Должно О чем-то Договорить Я думаю Что Есть у них Шансы Причем Если Соберутся То То Должно Неплох Заметь Ваня Мы Весь Матч Не Устаем Говорить О Вудсах О Их Возможности В каком-то Сослагательном Наклонении Ну По Понятным Причинам Да Очевидно Здесь Как и Во всех Предыдущих Матчах Вудсов А Фаворитами Являются Соперники Очень похожа Ситуация На МОЦ Там где Играли Интернешн Ну Кстати Говоря Забавно Что если Вудсы Пройдут Сейчас Финал Нижнесетки То они Повторят Пункт Интернешн Пошли Полностью Да Действительно Так Забавно Будет Если Они В следующем МЧ Не выйдут Из группы Как Интернешн Чтобы Максимально Повторить Даешь Полный Косплей И Потом Снова Финал Нижнесетки Против Пингвинов Но Тогда Пингвины Должны МЧ Выиграть Это Я тогда Буду Рад Потому Что Выграю Синий Шар А Если Вудсов Выграют МЧ То Ох То Все То Я Говорю Плакат Ради С Райканином С Райканином Да Потому что Саня Это Наверное 90% Успехов Вудсов Это Правда Да Рай Очень много Делает Если Вы Думаете Что Он Делает Много Забудьте Умножьте То Что Вы Думаете На 100% И Вот Это Будет Близко К Истине Начинаем МЦП Да Ну и Пока что Конечно Рано Говорить Еще О Каких-то Определенных Заготовках В сетапе Но Тони Кросс На Изите Что Собственно И требовалось Доказать С перцами С пингвинами Вот Пожалуйста А ну Закономерно Семеновича Я сейчас Вижу На Вулкане Интересно Вулкан На самом деле Это Пушка Которая Ну Под Таким Вопросом Находилась Если Конечно Грамотно Здесь Отыгрывать На ней Но Опять же Губаха Последний Раз Когда я Видел Вулкан Это Были Вуцы Это Был матч С пингвинами И там Он Смотрелся Уныло Мне Больше Интересно Будут Ли Вулкан Брать Титаны Ну Один Титан Как по мне Должен Быть Да Как показала Практика Без Титанов Семь Викингов Вулкан Играет Очень Слабовато И не хватает Им жира На точке А При поддержке Тони Кросса Который бы Эту Все танковал Опять же Заметь В отличии От их Сегодняшних Соперников Которые Я Практически Уверен Будут Играть В Фул Викинг Думаешь Этернити Будут Семи Викингами Катать Да В прошлый раз Они играли Именно так И Прекрасно Играли Но Вот Если Этернити Будет Семи Викингами Может Тогда И Утсом Сыграть Семи Викингами Зачем Просто Чтобы Быстрее Перестраиваться Опа Семь Викингов Семь Викингов От Вутсом Смотри Ну И От Этернити Естественно Тоже Семь Викингов Ну Хорошо Посмотрим Ты Знаешь Допустим Можно Можно Положим Так Мистер Ванька Смотри Мистер Ванька Ох Уж Этот Парень Снова Он Едет На Точку С Где Борется Сиза Сан И Надо Скать Что Сиза Сан Б Переиграл Если Б Не Опять Этот Вездесущий ЛБЖ На Своей Зиде Точка С Контролем Этернити На Б Не Все Так Однозначно Будут Все Перехватят И Давай Тогда Пройдемся По Сетапам Мистер Ванька На Викинга Рикошетти Играет Семенович На Викинга Фризе И Мэйч На Викинга Огнемете Тахар На Викинга Молоти ЛБЖ На Викинга Изиде А Легас На Викинга Рильсе Будет Играть И Вроде Мистер Ванька Переоделись Ребята Очень Быстро Ребята Переодеваются Поэтому Тут По Сетапу Так В основном Сизы Сан У нас На Твинсе Вуди Дофф На Фризе Колима На Громе Толоконников На Рильсе Персон На Рикошетти И Тони Кросс Тони Кросс На Изиде Да Богдан Еще Богдан Я Не Успел Посмотреть Он Умер Быстро Богдан На Громе Да Вот Я Имел Ввиду Что Против Семи Викингов Лучше Все-таки Играть Семи Викингами Так Как По Скорости Ты Можешь Проиграть С одним Титаном Плюс Ко Всему Семь Викингов Могут Задавить Титана На Респе Не дать Ему Просто Выйти С базы А так Семь Викингов Против Семи Викингов Нигде Нет Проседания По ХП И В принципе Будут чувствовать себя комфортно Благо Таких Тяжеловесов В их клане Я думаю Что не так уж и много Которые любят Прям Титаны Есть У дедов Наверное Да Любят Титаны Ну Не о нем Сейчас речь Я Сунов Казаки Но На самом-то Деле С Титаном Они смотрелись Очень даже Неплохо И Вот Эти Семь Викингов Это Тоже На самом деле Интересно Действительно Значит Ребята Решили Все-таки На быстрых Каких-то Переходах Играть И пока что Ты знаешь У них все Получается Прошло Ага Вот так Ваня Прошло Уже Полторы Две с половиной Прошу прощения Минуты И счет 2-0 В пользу Вутсов Это конечно Несущественно Но тем не менее Счет Приблизительно Равный Так Захватывают Потихоньку Точки Одни Захватывают Другие И вот сейчас Сиза-сан Сиза-сан На самом деле Очень хорошо Ну видимо Пересмотрел Бой Причем Не один Пересмотрел В принципе Свою Игру И сейчас Он конкретно Против Мистера Ваньки Отыгрывает Есть У него я вижу Уже нету Кстати говоря Мистер Ваньки Переоделся Резиста От смоки Нету У Сиза-сана И тут Приходится Тони Кроссу Помогать Ну Допустим В любом Случае Мистер Ванька Уйдет Так или иначе На Респа Это значит Что точка С должна Уходить В пользу Вутсов На точке А тоже Замес И в принципе Вутсы должны Выходить здесь Победителями Точка Д Под вопросом Поменялись Ребята Сиза-сан Захватит Б, Е, А, Ц Да слушай Все точки Все пять точек Под контролем Вутсов А мы говорили Что Вутсов Губавку натренировали Погоди Погоди Ну еще рано Ну конечно 6 минут до конца Это так Хайп 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 Тони Кросс Вот надо сказать Что без тяжелого корпуса Изида В ЦП Является таким Неплохим Демедж дилером Тоже Да Так как От Изида Редко кто берет Резист А Изида Это пушка Дамажущая И она сильная Таким образом Тони Кросс Может отыгрывать Вольного Стрелка Так сказать И пытаться В стол Захватывать Какие-то точки На той же точке Сэ может ехать На мистера Ваньку И спокойно С ним разбираться У того нет Резиста Продолжать надо А почему нет Пусть одевает Резист И страдает Этот молодой человек Ну ты знаешь Я кстати говоря Вижу у Сиза-сана Уже есть резист От Изида Поэтому В принципе Да Действительно Ну он уже Чувствует боль Мистер Ванька Тоже Ну сейчас Ребята хорошо Разобрали цели Действительно Три точки Стабильно контролируют И на точке Б Е Всегда идет Какой-то замес Действительно Почувствовали Вкус крови Будет долг Ну вот будет он С ЛБЖ Сражаться На самом деле Зря Стоило бы здесь Тони Кроссу Отдать Возможность Но Вот Заметь ЛБЖ Взял резист От Изиды Как ты и говорил А да Мистер Ванька Ай-яй-яй Ну вот Богдан Да На огнемете Слушай Очень-очень быстро Переодеваются Здесь Ребята из Этернити И Дахар Переоделся Перезашел А Снова Перезашел Это между прочим Означает Что Вутсы Где-то В каких-то моментах Презистами Переигрывают Этернити Потому что Мы не видим Столько перезаходов От Вутсов Сколько видим От их противников И тем самым Это пока что Вутсы Позволяют Контролировать Больше точек Они контролируют Почти все точки Постоянно Постоянно Навязывают борьбу На каждый из них И Для Этернити Это выглядит Очень тяжело Пока Ну Как это ни странно Действительно Пока что Этернити Чувствует себя Не самым Да Влад На С Прилетает Влад хорош Слушай Он уже неоднократно Дает эти рельсы С Б С точки На А И на С И прекрасно Себя чувствует Причем Сливая даже Своих Ну и вот Что я хотел сказать В принципе Да Регулярно На Три точки Как минимум Захвачены Ну В большинстве Случа В большинстве Времени Действительно Вудсами Но А сейчас Переоделись Ребята из Этернити И это к тому Я что Они должны Сейчас Переигрывать В каких-то Моментах Да Ну Да и ЦП Такой формат Ты доминируешь Одну минуту Вторую Ты не доминируешь Проигрываешь Все нормально Вот Тони Кросс Все верно делает Я бы отправил Рау Тони Кросса На точку Ц Так как Ему проще всего Эту точку контролировать У него есть резинственность Смоки Все позволяет ему Бороться С мистером Ванькой Так почему бы Не постоять Там еще Толокоников Рельса Шадеврай Выдает И все хорошо Точка Ц Будет под контролем Если бы никто Не передамажит А ну и Слушай Пока что Да Пока что Все так и происходит Правда Да А этот парень Видит И Перезаходит Возможно У нас сейчас С ТС Какие-то проблемы Но Это не так существенно Главное Смотрите На карту Дахар Дахар Переодевается И берет Шафт Вот это Уже интересно Шафт мы видели Видели В том числе И со стороны Пингвинов Ну и На самом-то деле Неплохо Он там Смотрелся А если Сейчас Дахар Будет В этом же Стиле Отыгрывать То все У него Будет хорошо Вутцы Проигрывают Четыре точки Сейчас Этернити Действительно Поменяли Резисты Переигрывают Их И по Резистам И по Пушкам ОДД На рикошете Ну и Да Точка Ц Все таки Отходит За вутцами ЛБЖ По прежнему На изиде А на минке Подрывается На точку Б Ехать Ну кому Надо поехать Толоконников Я думаю Свернет налево Он туда всегда Едет Все хорошо Да Влад контролирует Ситуацию На этой точке На его Ну тут правда Дахар Знаешь Дахар Ой-ой-ой На минке Хорош Вот это было Красиво Ну и Игру Выдает Толоконников Сегодня Ух Толоконников Действительно Божит Тащит Причем Во всех Форматах А вот Точка Б Это Его заслуга Причем Он Выдает Везде Смотри Сейчас Вутцы Контролируют Большую часть Точек Только за счет Того Что Этернити Пошли Переодеваться Надо Не упустить За эту минуту До конца Вутца Момент Где им тоже Надо переодеться И попробовать А может и не надо Переодеваться Вовсе Надо попробовать Как-то Удиваться Да надо Слушай Надо переодеться Потому что Так-так Минки работают От Хорримена И Персон Не дают Они захватить Точку Б Этернити Отличная игра С Должен Богдан Отхватывать Посмотри Ай-яй-яй Нет у него Расходки И таким образом Нет В принципе Он сольет Нет Есть аптека У мистера Ваньки И да Точка С Все-таки Отходит Отходит За Этернити Одна минута Остается Сейчас Все будет решаться А Персон Персон поедет На точку С Хорошо Справедливо Сиза Сан Будет бороться Здесь С ЛБЖ И да ЛБЖ сольет Но Это на самом деле Тяжко Все нормально Пока все Не так Две точки Две Две это не одна И тут 20 Счет Нормально Точка Смотри 20-19 Будет Сапака Впереди За точку А Будет борьба Надо Толоконникову Ехать на точку Б На Б На Б Но Легису Была команда Не уходить С точки Б Думаю Если уйдет Будет Ну поехал У него Дашки Посмотри Ай-яй-яй Толоконникова Сливают Уже 19-20 20 секунд Остается И сейчас Абсолютно Все точки Уходят Под контроль Этернити Ой 10 секунд И вот Здесь Уже Переиграли Этернити На последних Секундах Своих Оппонентов Это победа Со счетом 18-23 2-2 Будем ждать Следующий раунд Да и ладно Ну Проиграли Проиграли Зато как Вутсы Смотрелись Конкурентно Способные Против Этернити Весь этот раунд Любо Дорого смотреть Заставили Этернити Реально Потеть Как против Сынежи Или тех же Пингвинов Реально Респект Вутсам Да Покатить Ты как будто бы И пидат Не читаешь Даже похоронил Вутсам Как будто В ЦП Нет Просто это Я имею ввиду Что во втором раунде В ЦП Реально Они могут взять И выиграть Чуть-чуть Не хватило Совершенно Вот в конце То о чем Я и говорил Когда ты сказал Что вот Может и не надо Надо было Им переодеваться И вот Не все Переоделись Только два человека Богдан и Сизы Сан И что в итоге Ну вот Как раз На этих резистах Как известно ЦП Это как раз Тот формат Кто В котором Побеждает Клан Переодевшийся Последним Ну вот Здесь действительно В конце За минуту Отлично Переоделись Ребята из Этернити И блестяще Переиграли Вот 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 Таким вот Образом Пока что Заканчивается Но Это опять же 2-2 Но у меня Абсолютно Не было претензий К вудсу Весь этот раунд Как они играли Они играли Очень хорошо Играли как команды Они действовали Как команды Они помогали Друг другу На каждых Участках Карты Толокоников Какие рельсы Он выдавал На точку С Там непонятный Уже был Ваньки Что одевает Дабы контролировать Эту точку И Ванька Кстати Этернити Впервые Проиграли Наверное Точку С Вудсу Все таки Выиграли Ее у них Ну вот В конце Они все таки Ее отдали Отдали Но им пришлось Потому что Как ты сказал Они переоделись И надо было Как-то Другие точки И захваты В итоге Мораль Игра Отхватывать Эту точку Поигрывают Дуэль Дуэль Резисты Ну и Что в итоге В итоге Вдвоем Едут на точку С На мистер Ваньку Ну зачем Зачем Сливается Один Конечно Сизасан здесь Переиграет Точку С Захватят Точку Е А Вудидов Заберет Ну и На Б Сейл Кстати говоря Сейл Выходит Сейл Будет Бороться Здесь С Легисом Есть ли у Сейла Резист От рельсы Конечно Же нет Но Тем не менее В ближнем Бои Он конечно Переиграл Легиса И точку Б Захватил Ну слушай Все равно Как-то Сковано Себя Чувствуют Вудсы Гораздо Тяжелее Им Сейчас Чем В первом Раунде Гораздо Очень Разница Велика В итоге Точку Ся Не захватывают Но А Есть Сейл Сейл На молоте На молоте Легис Легис Очень круто Отыграл Убил Одного Рельсы Второго Подорвал Минка И в итоге Точку Е Захватит Этернити Нет Нормально Да нет Ну очень Очень Сковано Вудсы Да Согласен Они Зажаты Максимально Я бы сказал Если Может Быть Зажатым На ЦП То Сейчас Будет Все Это Дело Вот Иллюстрация Ну Просто О чем Тут Говорить Пять Точек Только Вот На данный Момент Е Конечно Уходит Под контроль Вудсов А Тоже Потихонечку Отжимаются И Толоконников Меняет Пушку Наконец Таки Хорош Меняет Он Рельсу На Твинс Но Тут Легис Легис Который Тоже Сменил Немножко Вооружение Есть у него Резист От Твинса Тем не Менее Влад Точку Б Захватит Ну И Легис Теперь Не Реля А Гром Соответственно Ну Кстати Говоря Вудсов Я Сейчас Не Наблюдаю Резист От Грома От Грома Так Там Нету Не От Грома Резист Не От Молота Резист Тахар Продолжает Играть На Громе Ой На Молоте О Дэк Кстати Играет На Смаке Если Все Правильно Я вижу И У Вудсов Резист От Смаке Также Нету Получается От Трех Пушек У Вудсов Нет Резист И Это Не То Чтобы Хорошо Не То Чтобы Хорошо Это Плохо Это Очень Плохо Учитывая Тот Факт Что Они Сейчас Проигрывают Причем Довольно Внушительную Часть Точек О Дэдэ Слушай Он Насколько Я Помню Весь Вообще Раунд Играет На Смаке Да Да Я просто Не мог Сего Выловить И Посмотреть На Какой Пушкой Он Катает Вот Только Сейчас Он Призахудит Ну Слушай Сказать Что От Смаке Нет Не Мог Точно Убедиться Играет На Смаке И Правда Ли Я Видел Смаку Потому Что Любопытный Момент На Вудсе Еще Кроме Толоконников Ни Разу Ничего Не Поменяли Насколько Я По Крайней Мере По Правому Верхнему Углу Переодевания От Вудсов Там Не Наблюдал Я Честно Скажу Искренне Надеюсь Что Они Копят Ману На Переодевание В конце Возможно Они Хотят Дотянуть До Конца И Уже В конце Вдарить По Этернити Так Чтобы Они Приграли Но Это Может Быть Задум Такая Чтобы Не Переодеваться Пытаться Дотянуть До Потом Камбэк Сейчас Пока Все Отыгрываем И Выглядит Неплохо Главное Держать Вот Это Хотя Две Точки Держать И Под Конец Если Они Переоденутся Под Конец Это Да Это Просто Увольте Ну Ты Знаешь На самом Деле Вопрос Остается Я Не Сказал Что Для Этернити Такая Задумка Очень Сложно Будет Конфриться Потому Что Для Этернити Так Сложно Будет Перезайти Да Ну Нет Конечно А Зависит За Сколько Раунда Ты Начнешь Потому Что Если Вутси Переоденутся За Минуту До Конца То Этернити Среагировать Может И не Успеет Ну Как Вутси В Прошлом Да Как Вутси В Прошлом Забавно Что Вутси Ничего Не Меня Заставляют Этернити Что-то Переодевать И Перезахиваться Кстати Говоря Действительно Воистину Богданов Сейчас Только Переоделся А Вот Я видел Легис ОДД Почему-то Вышел Я таки Не понял Он выходил Но Видимо Была Цель Так Подожди ОДД ОДД Играет По-прежнему На смоке Легис По-прежнему На грамме А зачем Перезаходили Видимо Просто Ну Так Вот Сел И Вудидов Переодеваются Теперь За 2 минуты Самое Время Ребята 5 точек Вы отдали 33 34 21 Вот Когда Если не сейчас Тони Тони Тоже Переоделся Сразу Вышел Обновил Свой гараж Ну Видимо Что Начинают Вудции Пытаться Переодеваться Ну И Да не пытаться Они это делают И возможно Это Камбэк Камбэков Дахар Правда ОДД Тоже Начали Переодеваться Менять Вооружение Смоки Уже Нет Появляются Ликошеты В ОДД Тот От которого Был Аптерезистов в начале от Вутсона и большую часть раунда Тони Кросс. Вот Сиза Сан тоже начал переодеваться. Вот, хотя бы в верхний угол правом начались переодевания от синей команды. Но это просто никак не меняет ситуацию. Ну как не меняет? Почему? Этернити укрепили свое превосходство. Уже практически 40, 40, Карл, 23. Пять точек по-прежнему под контролем Этернити. И сейчас за полторы минуты Вутсам надо отхватить все пять точек и держать их до самого победного конца. Иначе это снова провал. И ты знаешь, все к этому на самом деле близится. Потому что две точки они отхватили, да, но опять же с горем пополам. Точку С заберет Элмейдж. И здесь точка Б, Сиза Сан отхватывает хорошо. Есть персон, едет он на точку С, но этого мало. Этого очень мало. Точку А заберут тоже хорошо, прекрасно. Минута остается, а лишь три точки сейчас под контролем Вутс. И даже одну из них захватывают снова Этернити. Ну кто-нибудь, ну захватите точку С. Тони, Богдан, Вуди, камон. Едет, едет Вуди. Минка, ай, ну, мистер Ваньку здесь сольет Вуди. Ну, ну, ну. Попасть осталось по мистеру Ваньку. Ванька, кстати, безупречно играет корпусом. Браво, да, здесь выжил максимум. Просто, ну, объективно, мистер Ванька хорош. А сколько сейчас он секунд сэкономил, сколько точек добавил, это знает один орех. Ну, тем не менее, точка С уходит под контроль Вутсов. И как бы, ты еще веришь в то, что это задумка? Я пытался верить в Светлым и Вутсов. Ну, нет, я не знаю. Ну, не знаю, из-за чего Вутсы не переодевались 8 минут, кроме Толоконникова. Опять же, Толоконников один раз и видел. Толоконников переоделся два раза. Один раз переоделся Богдан. После этого к концу ребята начали переодеваться. Но 50-29 по итогу. Ну, Ваня, это провал. Ну, смотри, если в первом раунде Вутсы старались переодеваться по ходу и старались отвечать Этернити аналогичными сменами вооружения, то вот во втором раунде почему-то не забили на это. Ну, или какая-то была задумка, но не дотерпели. При том, что вот в какой-то минуте все-таки 22-18, я помню, счет. Там две точки за одними, три точки за другими. Ну, нормально, ровненько шли. А потом где-то бам и в яму. Знаешь, как по кочкам, по кочкам, по кочкам. Бум в ямку. И не обратно. Тут, на самом деле, сплошные кочки были в Вутсов. Ну, ты знаешь, пытались мы с тобой какие-то оправдания найти, но, видимо, все это зря. Действительно, надо было переодеваться. Много Вутса потеряли. И, казалось бы, был момент приблизительно 3-2, ну, 2,5 минуты еще оставалось, когда счет был примерно равным. И Вутсы, в теории, могли отыграться спокойно. Надо было просто, ну, грамотно переодеться. И они вроде бы даже начали переодеваться, но вот беда. Оказывается, Этернити тоже могут переодеваться. И что в итоге? В итоге счет уже какой? Получается, 3-2. 3-2, да. 3-2, ну, и сейчас мы будем смотреть Форест, КРВР. А на самом деле, я бы сказал, что это надежда Вутсов. Если не сейчас, то вообще когда? Ну, не на Хаде Соликански, наверное, однозначно. Хотя, кто их знает, этих дятлов, может, возьмут и выиграют. Да, Ваня. Что Ваня? Не веришь, не веришь. Ты понимаешь, ты, конечно, фантаст тот еще. Это меня радует. Ну, оптимист, понятное дело. Но, будь им откровенны, Форест это последний вагон уходящего поезда. Ну, вообще, если сейчас дятлов проиграть два раунда на Форесте в ХРВР, то этого последнего вагона где-то потеряется в пути. Да, именно так. Дятлам еще ХРВР надо отыграть так, чтобы было круто. Но если ты не веришь в дятлов на Хаде, тогда им надо хлопнуть дверью в этом МЧ на Форесте в ХРВР. Так, и что? Выиграть два раунда, и чтобы мы интригу наблюдали на Соликамске до последней секунды. Первый раунд. Первый раунд. А с другой стороны, смотри, вдруг засушат Соликамск, первый раунд Вудса, и какой напряженный будет десятый, где Этернити пойдут все в атаку, и просто ломится на базу Вудса, а Вудса будет стоять стеной, там зарубы, стенка на стенку. Валя, если бы ты писал фантастические романы, я бы обязательно купил. Как было бы красиво. Ну, прям, вижу это в своей голове, надеюсь, что это будет. Видишь в своей голове? Ну, это уже половина. Знаешь, как говорил Смокимо, визуализация. Главное, это визуализация. Представляем победу, все, победим. 100%. Холли Мэн, последние секунды, Этернити везут флаг решающий, могут победить и перевести на пенальти. Холли Мэн на вас подъели, влетает, убивает слагоносца, возвращает флаг, будто вылетает в окно и летит в гнездо к дятлам. Послушай, насколько это было бы эпично. Да, ты знаешь, прекрасно. С Соликамска сразу в гнездо к дятлам. Вань, мне нравится, когда ты начинаешь комментировать происходящее у тебя же в голове. Я, правда, иногда теряюсь, что там конкретно происходит. Но это весело. Да, было бы на самом деле очень забавно, особенно если бы Этернити формально. Сейчас на Форесте, ну вот так, невзначай проиграли два раунда. Ну, всякое может быть. Но на самом деле, я не думаю, что даже если они один раунд проиграют, я не думаю, что они проиграют оба. А я напомню, что даже если они один раунд сыграют в ничью, один отдадут, то это будет счет 3-3, и все решится на СССР в Соликамске. То есть это, по сути, я не знаю, как... Я даже не знаю, какое сравнение здесь можно подобрать, как играть в футбол с касаткой. Это, знаешь, это будет Барселона против Рубина на ноу-камп. Ну, вот-вот... Никто не верит, а... Ты знаешь... Пахнет в девятину и возьмет... Это будет ротор Волгоградский против Рубина. Вот хотя бы так. Счет действительно 3-2 в пользу Этернити. Ну, и сейчас... Сейчас все решится. Будут за синюю сторону начинать дятлы. Возможно, это как-то придаст им ускорение. Придаст ускорение дятлов синяя база. Да. Любопытно, конечно. А ты не знал? Там кустики, у них мана. Они собирают, копят ману и отдают тем, кто на базе играет. Знал? Ну... Не верил, но знал. Зря. Очень зря. Надо верить до конца. Ждем мы карту на Форрест. Ну, в любом случае, Форрест будет интересным. Соликамск будет еще интереснее. Я просто в этом уверен. В конце концов, это Соликамск. Это большая карта. Это новая карта. Она не такая большая, как могла бы быть. Ну, кстати, Соликамск прекрасная карта. Скажем честно, старый Соликамск мне нравится больше. Но, в принципе, Соликамск это классная карта. Нет, вот, ну, все же для Харда компактная, более компактная карта, вот без этих вот... Ну, для Харда, да. Для Харда, да. Для какого-то ХРВР, да, быть может, хуже стало, потому что нету таких вот секретных заходов от Васпиков, чтобы не увидели тебя, все просто стреливается. Но для Харда, постоянный экшен всегда на руку, потому что мы можем комментировать, не переставая, вот эти все зарубы туда-сюда, обратно, и Дятлы побеждают. Возможно. Будем сходить в Форрест. Мы на Форресте уже, и сейчас мы увидим, насколько Дятлы готовы к этой карте. Мы уже? Мать Харавара. Мы уже на Форресте? Кто-то, да. Ага. Кто-то не совсем. Я вас понял. Я уже лечу. Во. Ну да, в принципе, готовы мы начинать. Кстати говоря, будет интересно посмотреть на составы. Я так понимаю, еще перегон не было. Нет. Ну, то есть, рестарт. Только зашли, там чекеры пока проявили. Ну смотри, за Этернити, Семенович, Семгрант, провокатор Восповоды, Мегакрит, Экшили, Харьки, и еще... Вряд ли Ауе. Ну вот, пока что, да. Пока что... Ну, провокатор, понятно. Я бы, да, без вопросов. Ну вот, Ауе пока что на Харьке. Чего ты так? Ты думаешь, Ауе будет на Харьке отыгрывать? Ну, а почему бы и нет? Я думаю, что Ауе может быть, знаешь, таким козырем в рукаве Этернити. Я просто сколько не сидел в конфе у Интернешнл, у Этернити, и всегда мне говорили, не, Ауе говорил, что в него не верят. В смысле не верят? Я в него верю. Ауе, я в тебя верю. Ваня, можно еще раз приглашаться? Я сказал, что я в него верю, мне кикнулась карта. Ого. Я не знаю, связано это или нет, но... Хорошо, возможно, не на Форесте, но я в тебя верю. Чтобы прогрузило. Да, начинаем мы Форест ХРВР. Да. Это же седьмой раунд, правильно? Ой, я уже сбился со счета. Получается, да, это седьмой раунд. Седьмой раунд, четвертая карта ХРВР Форест. Все отлично. А то запутался уже в этих раундах. Ай-яй-яй, слушай, ну, расстроили меня, на самом деле, вутцы в точках в последнем раунде. Да, вот в последнем раунде действительно какие-то невялые были ленивые жопы. Пернатые. Пернатые. Дятлов. Да? Потому что, ну, правда, не могу объяснить, почему они не переодевались весь бой. Не знаю. Ну, а возможно, были сконфужены как-то. Я думаю, что это, ну, мне интересно, на самом деле, я хочу узнать. Я думаю, что ты обязательно узнаешь. А куда я денусь? Ну, я ожидал хотя бы один раунд от вутцев. Ладно, это уже пройденный этап, счет уже в любом случае 3-2. Значит, будем будем сосредотачиваться на Форесте. Все-таки, да, Форест, как я уже отмечал, для ХРВР, на мой взгляд, великолепная, потрясающая карта. Здесь можно такие чудеса творить. Очень динамично можно это делать и довольно, знаешь, вот когда заходит в Аспик и увозит на Нитре флажок и буквально уже через 15 секунд доставляет. Это просто, это великолепно, это шедеврально. Действительно, просто большая песочница. Ну, а на песочнице, кстати говоря, играют вуцы довольно неплохо. так что давайте Дахар, Дахар все-таки думаю, будет на Харьке отыгрывать. Вместо АОЕ. Смотрим. Сейчас посмотрим. Ну, все равно, АОЕ, знай. Ты лучше. Морально я с тобой. Не слушай. Нет, так я знаю, что АОЕ хороший игрок, просто не доверяют. Нет, АОЕ это просто козырь в рукаве, чтобы вот, я уверен, что его только в финале, в гранд-финале выпустят. Выпустят тигра из клетки? Да, да, потому что орла в клетке не удержать. Ну, давай тогда я представлю состав Этернет. Слушай, я его прогнозировал, Семенович на Васпике, Сэм Грант на Васпике и Дахар на Васпике отыгрывает, а вот Мегакрит Провокатор Экшель на Харьках. Я думаю, что Провокатор все-таки у вас по водам выводит, но видишь, ошибся. А, ну, нет, почему? Провокатор, это же Дефер. Ну, то есть, не знаю, как по мне, пусть проактивный, да, допустим, но Провокатор, он стоит, любит очень стоять на своей базе до конца и прекрасно это показывал неоднократно. А теперь же, да, представлю я Вудс. За них сегодня отыгрывают в Дефе Вуди Дов, естественно, куда без него Холли Мэн, Персоны, и кто? И Толоконников, видимо, на Васпах в атаке, да. Ну, а Тони Кросс и Сизы Сан будут помогать Вуди Дову. Была атака от Вудсов, но очень неудачный Холли Мэн и Персоны встали под одну сквозную рельсу на двух Васпиках и закончилась атака ни с чем. Но атака-то будет продолжаться, Холли Мэн Дэашн и уже вторым темпом лагает. Так, Холли Мэн, да, что-то, что-то очень странное творит этот парень, быстро вместо него залетает Богдан, тоже, само собой, восповод, ну и атака. Сам Гранд заходил на Дэн, Нитре, здесь его разобрались, Семенович забрал, забрал Дэдэшку Вудсов, ну и теперь надо уже Вудсам как-то поаккуратней, да, Влад выдаст одну рельсу и надо, надо что-то еще делать. Вуди хорошо разобрали, но прижимаются, прижимаются Вудсы. Смотри, по обоим флангам заходит и Сэм Гранд, прекрасное рельсо сливает и Влада Толоконникова, и Тони Кросса. Ну что, в итоге Дахара Семенович заходит на Какая рельсо от Богдана. Да, да, это хорошо. Браво, 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 Дахар. Дэдэшка, мегакриты нельзя давать эту Дэдэшку. Поднимись наверх. Вот, посмотри, Богдан. Богдан действительно хорош, Богдан забрал, и ты знаешь, сейчас с его подачи могут увозить Вуц и флаг. Поспешили, ой, поспешили. Ну, Персон, Персон разберут. Вот сейчас надо было, Богдан пропустил этот момент, разведился провокатор, разведился Экшель, и надо было вылежать и ехать. Ну, подожди, можно. Хорошо, видимо, была команда по кемперии на ДД. Да, да. Скорее всего, именно так, потому что в другой ситуации, он бы, я думаю, выехал и забрал флаг, пробовал бы отвозить. Вот сейчас Ай-яй-яй, этот парень в дефе, и он попросту не даст уйти Богдану. Да, Вуц и разобрались, равно как и их оппоненты. Ну, и тут Дашка выпадает уже у Этернити. Заберет ли ее Тони? Навряд ли на самом деле. Хорошая рельса, но Тони сливает провокатор. И вот, посмотри, он, да, не трогаем, сейчас будет заходить в атаку. Ну, Богдан, Богдан пока очень круто отыгрывает. Снова на Дашке вылетает в атаку. Вуди, главное в дефе. Правда, Тони Кросс тут остается. Персон, и это, конечно, рельса выдает. Персон шикарную релью. Выдал, Ну, и Богдан. Один остался. Богдан, да, хорошо заходил, но... Персон, как обманул Семеновича, уехал от рельсы, и дальше на Нитре поехал. Красиво, красиво Персон отыграл. Тони Кросс, ай-яй-яй, получил рельсу в бочину, но по-прежнему дэдэшный. А надо ему сейчас реализовать эту дэдэшку, сольет он, я уверен, Семеновича, и... Что же? Хорош! Вуди, док! Спас Тони Кросс от преждевременной смерти. Но... Я тебя породил, я тебя и убью. Ну, примерно так. Но, Влад, ты посмотри, этот парень уходит, Семенович на перехвате, есть Сэм Грант, есть Экшелли, и Богдан забирает он дэдэшку. Хорошо, половины перехвата уже нету, сливают здесь Мегакрита, и что? Экшелли убивает провокатора, это, кстати, но Сэм Грант должен пробовать возвращать. А, я, Сэм Грант, ну, ну! Хотя, хотя не факт, сбивают Сэм Гранту, прицел, Экшелли умирает, отличная стрельба по фокусу. Дахар, посмотри, Дахар захорит, будет рельса слить. 5 лет по Дахару какой там рельса, там 5 лет. Это доставка. И это уже 1-0, да, это 1-0, впереди еще 5 с половиной минут. Ну, сейчас действительно хорошо вот зашли Вуццы, очень-очень вовремя. Сейчас очень опасно на базе Вуццев, убивают Тони Кросса, Семенович будет получать только одну рельс. Уху-ху! Когда она остановить эту машину? Ну, а Сэм Грант увезет. Посмотрите. Толоконников, есть Влад, выдает Толоконников, Вуди тут уже в дефе эта машина, дефа. Ай-яй-яй! Мегакрит машина прострел. Это чистый, на самом деле у Воз здесь есть еще провокатор. Десан еще, Тони Кросс там будет на перехвате. Главное подобрать и отвезти. Он один. Главное, ехать. Нет, это... Куда сквозная! Уху-ху! Вот это было красиво. Богдан уходит, продолжает уходить. Надо ему помогать. Провокатор до сих пор целый получает рельсу. Получает... где вторая? Нет, Толоконников сливают. Вуди Дов. Смотри, Вуди Дов ушел. Есть все-таки этот уход и Экшель рвется на возврат, но не тут-то было. Вуди Дов уже на размене. Мега Крит стоит, получает одну рельсу. Тони Кросс промахивается. Очень обидно. Семенович! Семенович вернет! Это будет доставка! Да ладно! Влад! Влада сливают. Все-таки доставка будет. Семенович божественно ворвался. Это 1-1 и Дахар снова увозит. Ой-ой-ой, Дахар, ты... не надо так делать. Тони Кросс как бы говорит и будет возвращать на этом флажок. Но Семенович здесь зарешал. Просто браво. Семенович Кросс ставчик. Богдан безупречно этот раунд отыгрывает. Не знаю, монстр какой-то. Он ДДшку уже третью забирает в Этернице. ДАшки все свои контролят. И увозит еще флаги. Там на Тонико конечно вывез. Но какие сквозные он выдает. Читает Этернице. Как открытую книгу? Да! Нет, Богдан хороший. Это бесспорно. Ну вот надо как-то всем отыгрывать по Сейвове. В любом случае персон. Вот Богдан один остается в атаке. Главное рано не выезжать. Хорошо развел провокаторы. Можно в принципе уходить. Ай-яй-яй одно решение получает, но уйдет. Уйдет, тем не менее. Вуди должен разбираться. И Богдан-то ушел. Ты посмотри. Срезай, срезай Богдан. Нет, нет. Решает еще. Ай-яй-яй врезается. Ничего страшного. Сейчас много времени потеряло. Надо поехать из-за Сану в Дефон. Все правильно понимает, читает игру. Думаю, по конфе было сказано. Сэм Грант, кстати, зря не поехал. Ой, сбей, ты, ревса! Сэм Грант! Почему он не поехал сразу-то на ВОЗ? Это ошибка вообще. Это ошибка. Это огромная ошибка. В итоге это попахивает доставкой. 2-1, а впереди осталось уже две с половиной минуты. Ну, на самом деле, хороший был перехват, но Сэм Грант действительно зря поехал не на подбор флага. Толоконников ДДшку забрал, правда, сразу его нарез подправят, и в итоге Вуди ДОВ будет один битый против сразу двух. Сизессанс меняет его на этом посту, и Семенович остается здесь в атаке уже один. ДДшка, смотри, очередная ДДшка выпадает у ребят из Этернити, надо ее забирать ну, хоть кому-то. не разобрался по фокусу с Дахаром, может, в конференции не было сказано, убью того. Снова ДДшка за Богдан. Да, что такое-то, а? Да, я даже о том же подумал, действительно, так Богдан забирает, просто пылесосит этой ДДшки и хорош. А, ну и пока что, пока что таким образом он не дает ну, как-то заходить ДДшным игрокам по левому флангу для Этернити. Слушай, ну, остаются полторы минуты. На самом деле, еще времени предостаточно для того, чтобы увести. У Этернити есть все шансы. А, Вуди, до Богдана сливает ай-яй-яй и втроем. Втроем заходят ребята Толоконика в полуминусе. А вот это уже на самом деле опасно. Ну, тут плага есть. Не должно быть опасности, потому что Дахар биты, мегакрит биты и нельзя отдать мегакриту ДАшку, не отдается она. Провокатор остается один в атаке и падает ДАшка в Этернити. Это самый опасный момент в этом раунде для бутпекерсов, но Богдану есть. Богдану есть, и че? Это... Слушай, минута остается. Да, а сейчас возможно... А Этернити увезут? Этернити... Я не знаю, Толоконика. Ай-яй-яй, Толоконика. Сизессон попадает, несмотря на то, что в спину сам Гранд дышал, ну и Тони Кросс в принципе может возвращать. Это будет? Ну же, ну же, Тони! Да, это... Нет, невозврат! Ну, ну, посмотри, ну, Персон, Персон не уедет, просто не уедет, и провокатор уходит уже... Ну и тут... Что его может остановить? Подожди, он скинул флаг, Тони Кросс. Тони Кросс, машина, машина... Убивать! Сизессон ДДш, нет, он просто так не должен отпускать Семеновича. Ай-яй-яй, промо! Есть перехват, есть Богдан вездесущий, он тут, он прячется. Сизессон, решай! Нет, Сизессон снова промахивается, это провал. Персон, нет, это будет вас, это будет вас, толкомников промахивается, это доставка, 2-2, за 10 секунд, до конца, ну как так? У меня все. Это, это фейспалм, ну, ну как так? В конце, конечно, вудсы заруинили, заруинили, могли, могли и возвращать, и увозить, но нет. А в итоге, счет, как мы уже сказали, 2-2 в раунде, и по-прежнему, 3-2 в матче. Еще один раунд на Форесте, мы посмотрим, и будем уже совершенно точно, переходить на Соликамск. Ой-ой-ой. А мне, я не могу ничего сказать просто. Я просто сейчас лучше помолчу, чтобы никого не ругать. Я, ладно, я тогда поругаю просто Этернити, потому что, чересчур они своего в этот факт везли. Вот эта скидка от Провокатора, первая, когда он скинул вот в районе домика, еще не довозя до своих респалм, была вообще неуместна, по факту. Он скинул, будучи на нейтре, а с изусан ДДшный, стоял потом и не давал Этернити подбирать. Долгое время они боялись там. Были промахи от вудсов, от многих вудсов. Но главное, что вот Этернити эту доставку тянули до самого последнего конца. Нет, Вань, да, ты совершенно прав. Этернити тянули. У них там ошибки определенно. Они не почистили тылы, потому что сзади ДДшный сизесан зачем-то. Они его оставили в живых, спокойно поехали вперед. Ну то есть скидка вот эта. Очень много времени потеряли. Столько к ним вопросов. Но и при этом ты понимаешь... Вудсы, но тогда они были бы молодцы. Тогда счет был бы 3-3. Да, а так пока 3-2 по-прежнему, но вудсам надо 100% брать этот раунд. Хотя бы для того, чтобы поднять свою мораль. Если она у них есть, конечно, надеюсь, что осталось. Я искренне сейчас надеюсь, что по морали вудсов этот раунд не ударил. Это на самом деле единственное, на что остается мне надеяться. Ну и смотрим. Смотрим, в принципе, составы практически те же самые, за тем лишь исключением, что Holloway выходит на замену Сизесана. Вот. Значит, все-таки вот такое решение приняли. А хорош, вот это неплохо. А толоконников увозят между делами, увозят он хорошо. Если вудсы вернут, а Холли Макс попадает, там Тони Кросс еще есть, ты погоди, не спеши. Тони Кросс. Ты спеши, куда же ты спешишь? Не спеши, играй стабильно, как всегда ты умеешь это делать. Семенович над рельсом... Ну нет, это размен, это первый, кстати говоря, размен на ХРВР. Забавно. Да. Напомню, первый размен за два раунда. Кто бы мог подумать. Ну и Тони Кросс посмотреть, ДДш на этот парень уже будет отстреливать. Вот на самом деле он сейчас может здесь зарешать. Тони, соберись, я тебя умоляю. Тони может, может, но вот сейчас бой, Семенович, браво, красивые рельса. Очень. В итоге Богдан ай-яй-яй, убивают, падает этот парень гусеницами вверх, и это провал. Что такое? Вуцци, вы поникли. Что не так? Ну соберитесь, парни, соберитесь. Персон, Персон просто за троих отыгрывает. Ну, как он сейчас от рельсы ушел, это красиво. Забудем первые две минуты, будем вспоминать о хорошем Толокольнике и величайшем Семеновиче, который очень хорошо эти первые две минуты отыграли. Плохих моментов не будем вспоминать. Ну и... Ты знаешь о покойниках либо хорошо, либо никак. Да, и вот Дашку, Тони Кросс от контроля Семенович летает по вражеской базе как калибрины в джунглях и пытается тут вернуть флаг. Богдан по нему благо не попадает в азитовку. О боже мой, ну хватит уже. Ну это не смешно. Камон, ребята, я там шучу, конечно, вот покойники, бла-бла-бла, но давайте оставим это в пределах вот этих анекдотических ситуаций. В пределах Селикампской оставим, это формат все еще вудсов, и им надо играть как они умеют это делать в рандоме. превосходно они умеют это делать, и Персон почти вернул флаг, благо Экшли зарешал, да, нет, Дахар, но Экшли тоже спасал там ситуацию. Падает ДДшка на базе вудпикерсов, и, знаешь, скоро будет падать ДДшка на базе Этернити. Мегакрит пытался ее от контроля не вышло. Ну вот надо Максу Холлову сыграть надежно, кстати, Макс Холлову играет на хорьке. Интересно. Само собой, вместо Сизы Сана он не восповод. Он профильный хоревод уже достаточно давно, ну и вот вместо Сизы Сана. Дахар ДДшный, и знаешь, Дахар на самом деле неплохо настрелил. Еще и Мегакрит ДДшный, и вот как теперь эти две ДДшки реализуют Этернити, посмотрим. Ну, Мегакриту сбивают. Хорошо, Макс Холловой разобрался, Вуди быстро уходит нарез, полаконник вбитый, ну и Экшили. Экшили должны на самом деле сливать, и все. Пока что все. Но опять же, Вудсы как-то они пока что прижались. Ничего. Что ну Вуди, Богдан, камон. Хватит одной хорошей результативной атаки, чтобы это возврат. как тебе это еще не возврат. возврат. Макс Холловой не ты дарил. Хотя нормально выдал. Толоконников едет в атаку. Дахар один на один с Тони. Толоконникова. Давай, там еще Богдан, рельса раз. Ну и что? Даже если бы он слили, даже если бы Дахара, там есть еще Мегакрит. Ну беспросветно здесь опоздали на перехват Вудсы. В принципе они видимо не ожидали возврата, но ребята из Этернити хорошо втроем зашли и хорошо вернули. Центр потеряли Вудсы вот при этом размении. В итоге три танка въехало, замены не было и все. И сейчас еще Семенович дальше заходит. вся надежда на Тони Кросса и Вуди, но Тони убивают, Вуди точнее убивают, Тони Кросса остается один. Богдан есть, Персон есть, Семенович пытается увозить, атаки от Вудса там кстати вряд ли будет, так что надо тут возвращать флаг. Да, ой-ой-ой, сквозную получают, и ты знаешь, Семенович имеет шанс на уход. На самом деле Влад промахивается, он ДДшный, сад мега крита, сбитая, ну и все, это уход, это чистый увоз, Экшили должен добивать здесь Богдана, но во всяком случае ДДшку он забрал и не, промахивается. Но тем не менее, Сэм Грант выдает Рельсу, Персон здесь один остается, Богдана слили, и да, это возврат. Провокатор, да, действительно падает. Минус. все-таки подсобраться, я не знаю, как они, я скорее эту Дезмораль поймал с Бутером, а не Вудсу, я не знаю, что там Вудсу поймали, но вот мы точно с Бутером Дезмораль пока ловим нехилую, а ты криваешь. Ну вот сейчас Влад уходит, смотри, отлично уходит, надо просто перехват, ну Богдан. И не спадает, тут вот Дахарса минует что, опять возврат? Вуди один в дефе, тут не возврат, потому что Дерсон вернулся и выдал сквозную, Экшили есть нитровый, Вуди пока стоит в стену, он еще сквозную умудрился выдать по провокатору Экшили. Ой-ой-ой, провокатор! Сливает своего в итоге мега-крит, правда, мега-крит Дашны, и вот это уже на самом деле проблема. Вот если пять рельс не попадет по мега-криту, будет проблема. Сколько сейчас рельс было? Вот это да. Ну да, разобрались, ну там один Дахар, ну камон, персон остается с... Ну это не будет подбора, и все из-за того, что стрельба не по фокусу, так как не было, я думаю, инфы, что сам Грант на одной, и в итоге дверец у него разрядились. Это будет скорее всмышленная доставка, я не вижу. В принципе, там ребята какую-то толкучку устроили, с центра было больше людей, но они прижались к флангу. А у Ю-Ё-Ё, будет бороться Вуди до конца, а ей... Ну, Вуди хорош, Вуди хорош, это бесспорно. Вода не попала. Эта доставка это 2-0. Да. Ну, в итоге 2-0, остается еще 3 минуты. В принципе, в принципе, можно сказать, что это реально, реально отыграться, но реально отыграться, я бы сказал, на ничью. В лучшем случае. Я, если честно, не вижу здесь победных вариантов, хотя, опять же, большая песочница, все, в принципе, очень быстро может поменяться. Будем надеяться, что сейчас соберутся дятлы, Макс, Холлоуэй, ну, обернись же ты. Богдан пропустил Экшили, Холлоуэй уходит на респ, и... А ДДшной подкрепы уже не будет. Все биты у Этернити находятся в дефе, очень им неприятно, ну, и вот, синяя сторона, все-таки, на мой взгляд, ну, есть здесь небольшой, но все-таки дисбаланс. Кто бы, что не говорил. Не все это признают, но... дисбаланс есть большой в уровне игры вутпикерса в первом раунде относительно второго, потому что такое количество промахов и нереализации ДДшек я в первом раунде не видел, и вот это яркий пример. Просто я не знаю, что стало с вутсами. Вутсы, видимо, уже поникли, расслабились, и вот, вот оно. Ну, Влад, вот смотрю, он вообще на дэлит нажал. Контраст-то нереальный какой-то между первым раундом и вторым. Это при том, что Этернити не сказать, что блестяще отыгрывают. Тоже есть минусы, тоже есть промахи, причем ошибки есть. Не сказать, что ошибки, ну, то есть, они довольно примитивные. Да, бывает, но насколько они сейчас комфортнее себя чувствуют, насколько они сыграннее, увереннее на карте в принципе отыгрывают, это действительно бесспорно. Вот. Все начало вот этого, сразу было видно, что вудсы вышли на этот раунд, непонятно с какой ноги. Две дэдэшки отконтролили, два дэдэшных, один, одному, невероятное количество попаданий, точных выстрелов. Как Богдан божил, а сейчас он не может переиграть провокатор один в один, не может попасть в упор простой ситуации. Ну, камон, это уже не игровой. Слушай, я, конечно, не все помню, но Сизы Сан в первой половине прошлого раунда мне нравился. Действительно, по-моему, он здорово отыграл. Я не знаю, обусловлено. Нет, ну, понятно, понятно, чем обусловлено. На самом деле, тут все довольно логично. Дело в том, что, видя последние промахи в ключевых эпизодах Сизы Сана, можно, да, 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 можно, в принципе, причем два подряд или даже три, можно сделать определенные выводы. Но вначале он отыгрывал очень даже неплохо. Если бы все ребята из вутсов отыгрывали на этом уровне, от начала и до конца все было бы хорошо. Но теперь я вижу, что, ну, не идет игра у того же Толоконикова. Хотя в первых форматах трех, причем, мы видели блестящую его игру и на Кунгуре, и на Медиуме, и даже на ЦП. Тут общая какая-то дизмораль пошла в конференции. Я уверен, что, ну, что-то такое есть в конфигуции, что один начинает и это все накладывается, я думаю, на всех остальных. Это сама атмосфера поникшая какая-то, я думаю, после вот того невозврата от Толоконикова и Сизусана, казалось бы, который мог бы быть той ситуацией в первом раунде. А я думаю, что, ну, вот, та доставка, та ничья, она, конечно, туда его помарали. Ну, я про это и говорю, там Толоконикова избили прицел, Сизусан с ДДшки не попал, и вот это, я думаю, наложилось. Но, Харцеликамск, два раунда от Вудсов, моя карма, она еще жива в конце концов. Я хоть и до этого матча говорил, что если, что в этом матче не должна она сработать, но, а че не взять два раунда в Харде? Да, ну, почему бы. Сейчас. Слушай, Вань, давай вот так, если они сейчас возьмут два раунда в Харде, то у них будут шансы в, ну, в этом же формате на пенальти, и если у них попрет, то это легенда из легенд. Но, если Вудси так, ну, сконфужены, задезморалены, были уже на своем формате, то что-то мне подсказывает, что на Хард они будут выходить уже немножечко не такими, а свежими и бодрыми. Да, играть надо. Ну, да и ладно, ну, не вернул, и не вернул, и сбил прицел, там, кто-то тебе, да и пофиг. Ты играешь, ты должен играть до конца, выходишь на карту, значит, должен играть на пределах своих возможностей, и все. Что еще добавить? Будем верить в отличный Хард от них. А я верю. Я уже и рассказывал, как Холли Майн будет на вас приели флаги возвращать. Да, и сразу в гнездо. И сразу в гнездо. Поэтому, почему нет? Все возможно. Я думаю, что и болельщики сейчас в чатике везде будут поддерживать Вудсов. Им нужна ваша энергия однозначно. А Итери отделяет один раунд от победы и прохода в финал нижней сетки к пингвинам. В общем-то, мы ждем ссылку. Что можно добавить еще про формат Харавара? Это больше не ничего. Опять же, два абсолютно разных раунда по контрасту. при том, что Этернити играть лучше относительно первого раунда не стали. Но Вудсы потеряли где-то какую-то дуну мат. здесь согласен. Именно так. Если быть объективными, то действительно Этернити просто действительно стабильны. То есть, у них все в этом смысле хорошо. Они как играли, так и играют. Тем более, я уверен, что определенного рода моральный буст у них есть. После того, как они вернули и доставили в конце флажок, ничья, ура! Молодцы! Бесспорно молодцы! И далее все сыграно очень даже хорошо. Надо отдать Этернити должное. Они просто сыграли хорошо. Сыграли стабильно. Да. Не супер круто. Провокатор все так же где-то в каких-то моментах не доигрывал. Но вот Вудсы, конечно. Семенович. Вот Семенович относительно первого раунда я бы выделил, потому что Семенович в первом раунде немного слабо отыграл относительно тех возможностей, которые у него есть. А вот во втором раунде на Форесте в Харавересе Семенович уже отыграл очень круто. ДД-шных игроков у Пекерсов раскидывал направо и налево. Резы на опережение великолепные и да. И сквозные шикарные. Ну да, у него тоже там были моменты, когда он и в минус в том числе падал, но в целом по игре видно было, что он чувствует себя там гораздо увереннее, чем условный толоконников. При том, что в первом раунде Влад себя показывал в первой части просто великолепно. нас ждет Харт на соликампский ММ. Попутся сейчас его выиграют 2-0 и мы пойдем смотреть пенальти на карте Атра. Все? Обещаешь? Да, наколдую. В конце концов. Знаешь, знаешь, что самое интересное? Даже при поражении одного из коллективов борьба не заканчивается. По понятным тикетообразным причинам. Тоже верно. Ну, поколдую, что-нибудь придумаю в конце концов. Не должно же так закончиться, что без пенальти я уйду сегодня. Это первое. Второе. Если уж вудсы не взяли два раунда в формате Харевара, то они должны взять в формате Харт. Иначе мы с тобой не разбираемся в этом и что мы тут делаем непонятно, потому что ставили там и на вудсов Харевара, а в итоге это рейдзи. Ну, давай, так, вудсы сами себя переиграли в этом формате. В плане, что сами себе какой-то выбили костыли, вставили палки в колеса, как угодно. просто это было странно, как минимум. Будем надеяться, что сейчас они просто расслабятся, уже понимая, что это Харт, что ну, можно творить что угодно. Знаешь, это как раз тот момент, когда остается играть буквально там две минуты, счет какой-нибудь 2-0, и ты понимаешь, что неважно, с каким счетом проигрывать, 2-0, 3-0, хоть 5-0. Поэтому идешь в атаку и притаскиваешь два флажка. Вот будем надеяться, что Харт это вот эти вот две минуты. А, ну, хорошо. Ваня, ну, хорошо. Что, почему бы и нет. Вот мы смотрим на Соликамском ММ, ну, опять же, убрали вот эти вот боковые туннели, карта стала более компактная, более простреливаемая, проще заходить и собираться в атаку и будет коллективом. Да, в принципе. то есть, если раньше можно было несколько разных векторов атак как-то нарисовать, условно говоря, то сейчас все достаточно просто. Ты либо заходишь по правой стороне, либо заходишь через центр. Вот, относительно синий баз. Ну, слева можно, в принципе, заходить, но это такая неполноценная атака, в основном подкрепа. Что касается красной базы, то тут и вот в основном центр, право, лево. то есть, тоже три таких чисто. Просто меньше будет стоялого, из-за того, что убрали вот эти туннельчики, из-за того, что стала карта в этом плане шире, стала играть ну, как-то активнее игра. Активнее игра, и дейферам стало проще, так как у них уже, они вот встали, и по факту они видят все, кто откуда заходит, это вот будет добро. Это действительно стало проще, ну, потому что на старом Соликамске тебе однозначно приходилось ставить какого-то одного игрока в левый канал от дефа. И в итоге, ну, чтобы не потерять эти заходы, а сейчас этого не надо, один дефер вполне себе будет координировать, так что... Слушай, ты знаешь, я не удивлюсь, если Сан сейчас в конфе сказал что-то типа, ну, давайте, пацаны, счет 2-2, это решающий. Ну, да. Какой счет? 4-2. А 4-2 счет? Да, 4-2 в пользу интернете. на самом деле, ну, действительно, я полностью с Сизесаном солидарен, а Сан в этом плане просто шикарно все координирует, он, в принципе, чувствует в этом плане игру шикарно, то есть, он знает, когда надо вовремя отпустить, в плане, что не надо трястись, а вот именно просто собраться, отыграть хорошо. Ключ у нас уже появился в чате, 8-5-2-5, поэтому можете уже там регистрироваться на розыгрыш. возможно, кто-то из вас заодно найдет ключ к хорошей игре вудпекерс. Обязательно скажите нам, мы его передадим. если бы это было так просто. этэрнити в топ-3, играть, а, на сандале, еще не было, вот сандал, хэрэвэрэ 3х3, вот гранд-финале будет. Кстати говоря, вот на сандале 3х3 в хэрэвэр, я бы сказал, что у вудсов есть шанс, даже при том условии, что они не тренировали его ранее. Ну, конечно, есть, все играют и играли хэрэвэры. В конце концов. Да, ну, это 3х3, сандал. Ну, вот смотри, медиум фактически забрали вудсов, хотя казалось бы, а хэрэвэр забрали этэрнити. Закономерно забрали вот два раунда, когда вудс отдали в ЦП, вот это провал. Я сейчас просто не говоря хэрэвэр, не беря во внимание это. Ну да, да, в принципе, тут уже надо просто отпустить игру. Да все, ну, уже вы отдали хэрэвэрэ. Из чего тут куда больше-то отдавать? Просто надо выйти и кайфануть. Харпин такой формат, смысл в Харде напрягаться вот именно контролировать себя. Вышел, кайфанул, ты прожимаешь эту фу расходку с респа и в стену можешь хоть ехать. Главное, чтобы тебе хорошо было. Как я сказал, вудсов, надо просто закончить этот мешкановый чемпионат уже на позитивной ноте. Они уже топ-4 на минуточку. И кто тут еще не верит в улитсов? Четвертое место, 9 миллионов кристаллов, каждому участнику по 2 комплекта батареек 750 штук, плюс 15 голдоприпасов каждому и краской гладиатора. неплохо. 9 миллионов кристаллов, отличное число. Но, опять же, конечно, детлы будут хотеть получить именно краску бронза. Так, само собой. Поэтому они сейчас выиграют. Ага, понятно. Поэтому выиграют, порвут, уничтожат, натри будут летать, а на соликамске жарить. Да, ну вот... Ну, смотри, давай тогда пройдемся по стапу, я думаю. Надо ли использовать тяжелый корпус? Надо для начала кикнуть Будидова с карты. А еще можно использовать одному из коллективов Васпель Хориезиду. Тоже она тут разрешена на легком корпусе. Ну да, кстати, я практически уверен, что ее будут использовать. Те же дятла. Ну, последний раз, когда я смотрел, это, честно говоря, было очень давно, но последний раз, когда я смотрел хард на соликамске, там как раз был один тяж и... там Изида на маленьком корпусе прекрасно помогала ему в дефе и, если что, помогала в атаке. Слушай, ну 9 миллионов кристаллов на самом-то деле много, я так подумал. Считай на человека по миллиону кристаллов нормально, в любом случае. Ну, хотя за третье место точно миллион кристаллов каждому раздашь. Там, конечно, сомнения по поводу Холлимена, и Артема присутствует и Утсов. Ну, это другой вопрос. Начинается у нас. Да, да. Знаешь, я вот тут прочитал электроник, что Толоконников топ-10 руинеров. я не согласен, Толоконников очень часто спасал команду и не надо смотреть только на плохие моменты. Вот Вудидов чистый руинер, по нему видно, да, это другое дело. Смотрим мы за Раду. по составу и да. Да, я хочу отвергнуть. Легис уже заходит на Викинга Рикошети в атаку, Семенович на Викинга Рельсе, Дахар на Викинга Смаке, ЛБЖ на Викинга Огнемете, Аймейдж в дефе на Викинга Твинсе. Любопытный выбор последнего дефера. А, ну, наверное, подменяет мистера Ваньку 1-2-3 на Викинга Фризе, который в целом, да, я думаю, что тут ротация определенная будет, ну и да, тяжа нет, есть также Будидов на Фризе в дефе, есть Холлимен, который отыгрывает на Васпе и Зиде, Сизе Сан на Рикошете, Толоконников на Твинсе, Богдан на Огнемете и все. Заметь, мой сон-то забывается, Холлимен на Васпике, не на Релье, на на Изи. Персон, я прошу прощения, этот великий игрок, не побоюсь этого слова, на Смоке, сейчас заходит в атаку по центру. Пытается заходить, осталось сбить Семеновича и еще Легиса с его изумрудными какими-то шариками или Кашетой убить. Не получается, ну и Холлимен в дефе, Сизе Сан в дефе, Будидов в дефе, но против них будет сейчас Легис, кстати, кто-то убил Толоконникова? А Толоконникова, а лучше бы они убили Вуди Дова. Кстати говоря, Сандерит сделал, я понял, это он умер, как-то я не убил. Слушай, а Вуди Дова-то убьют? А, нет, ну я бы на самом деле убил его, да. Но Толоконников это сделал. Ну, да тут минок уже в любом случае не было, поэтому не так страшно, ну и Вуди с новыми силами отреспался. Так, мистер Ванька, мистер Ванька заходит в атаку и Легис, посмотри, очень синхронно парни заходят, есть еще Семенович на подкрепе, ну и вот тут будут уже, ну, на самом деле должны разбираться Дятлы. Должны разбираться, они разберутся, а Семенович, Семенович им тоже должны разобраться, все у них хорошо, но, они вчетвером были в дефе, даже в пятером Сизасан уехал, вот это уже на самом деле вопросы какие-то вызывает. Не надо прижиматься, пожалуйста, ребята, в атаку. Тут все равно уже терять нечего, действительно, так, возможно, они хотят этот раунд больше подефить, но, зачем? надо брать оба раунда, сами понимаете, Легис, Семенович, снова в атаке, кстати говоря, Легис переоделся, как я смотрю, а Рикошет с резистом от Твинца Фреза и Рикошета. Ну и да, разобрались снова, ребята, мистер Ванька в атаке уже без аптечки с ним тоже разберутся, и Богдан, Богдан далеко, атака пока что ни о чем, а один битый, ну и Толоконников, посмотри, по тылам пытается заходить, а интересно, очень интересно, но безуспешно. Легис продолжает троллить от Илы коллектива Woodpecker со своими действительно интересного цвета шариком Рикошета, а, кстати говоря, да, с устройством. Вот, надо здесь разберут, а более того, переодеваются, видимо, Влад, Влад, нет, пока что нет, мистер Ванька в то время переодевается, берет он резист от огнемета, от винца и от фриза, но сам по-прежнему на фризе. Проблема, конечно, для вутсов, то, что их устраивает только победа, а вот Этернити ничейка тоже подойдет. И при этом Этернити атакуют, ну, я не знаю, раз в пять больше. Этернити стоят в три танка в дефе, это ЛБЖ, Дахаре и Мэйдж и в три танка атакуют Семенович, Ванька и Легис. То есть тут три-три разделились и это правильное деление в каком-то смысле, потому что смысла рисковать Этернити нет никакого, их устраивает ничья, а если ты отправляешь три танка в атаку, то заставляешь вутсов тоже дефиться втроем. вдвоем они не смогут я думаю задефить, не хватит может опыта какого-то как сейчас, как сейчас, да. Я, ну, без комментариев, Легис уходит, он, конечно, вряд ли уйдет, потому что здесь в четвером у него КД, но, ты знаешь, есть шанс, Дахар действительно подбирает еще Семенович, хорошо блокирует ребята и Элмейдж, что поможет уйти, ну что, будет возврат, нет, подбор от Элмейджа, отлично, скинька и Персоны. Мэджик это, я все шансы Си-Сана вернусь. Да ну нет, он тут один, Си-Сана. Это доставка, это доставка за пять минут до конца и вот теперь, я надеюсь, наконец-таки вутсы просто чаще станут ходить в атаку. Пока что вижу периодические заходы Персона, Богдана, Толоконикова, но это все одиночно. Вудсом, чтобы победить, надо, ну как по мне, надо было ехать просто всем в атаку. Ну, банально. Не делать ставку на деф. Холи-Мэн поехал в атаку, да. Холи-Мэн без комментариев. К слову, вот надо сказать, что главное отличие Сарикамска ММ от того Сарикамска в том, что есть все-таки респы на флаге и не так просто синебаза и красный увозит все флаги, как это на большом Сарикамске происходит. Можно было бы попробовать 3-3 сыграть в атаке только с разных сторон, чтобы проактивную защиту показать, но вот в итоге Эмэйш возит по респам, не сработал, и Эмэйш в принципе способен уйти, но у него кулдаун, поехал обратно. Слушай, допустим, он не ушел, но здесь есть еще Семенович, да, тут тоже вряд ли он уйдет. Кстати говоря, Холи-Мэн у нас переоделся, он взял у нас Викинга-молот вместо Изиды. Видимо, решили, что уже нет смысла так отыгрывать. Ну и что еще я хотел сказать, переоделся наконец еще, по-моему, Толоконников, не успел посмотреть, а, Сиза-Сан, да, вот Сиза-Сан переоделся, но на самом деле на этом все заканчивается, потому что ребята из Вудпейкерс переодеваются очень-очень редко, в отличие, опять же, от Этернити. Ты видел, сколько у них было переодеваний. Холли-Мэн увозит, рельсу получает от Семеновича здесь с мистером Ванькой они, конечно, должны Богдана разбирать. Да, закономерный возврат, а вот Легис уходит с ЛБЖ. У Сиза-Сана да, есть резист, да, может он бороться и с персоном они, конечно, вернут, но, опять же, у Воза не было. У Воза, конечно, от Дятлов. В итоге, счет по-прежнему 1-0, остается играть две с половиной минуты и Дятлам надо привозить минимум два флажка или же это будет последний раунд. Ну, пытается здесь заходить Богдан, Холли-Мэн без дропа, ну, что он здесь делает? Да, сливает ЛМАЙДЖ, хорошо, но на этом все. Буди-Дов уже из последних сил Легиса убивает Дефиц этот парень и снова все. Да, остается в Дефи Вуди без аптеки воистину так, это значит, что следующий заход может быть потенциальным увозом для Этернити. Но, Ваня, на самом деле, после того, как Холли-Мэн переоделся, больше ребята стали ходить в атаку и действительно, действительно, был хоть какой-то доувоз и Этернити сейчас сами же больше прижимаются к Дефу. Уже даже не всегда в три танка. Ну, потому что никто не использует вас по Эзиду с Викингом в Дефе. Это априори немного не то. Нет, ну, Ваня, согласись, если бы эта Эзида вовремя ходила в атаку, а не просто стояла в Дефе. Вот если бы эта вас по Эзида ходила в атаку четвертым танком, это был бы другой разговор. А так она ходила хвостиком за Вудидовом. Стояла причем. Стояла. И в итоге флаги-то все равно уходили с их базы и никак это не помогло. Причем, нет, ну, на самом деле флаг ушел вот из-за такой ошибки. Когда Вуди уехал разбирать, Холли Мэн ринулся к нему, на Минке подорвался, вернулся назад. В общем, там очереда непонятных событий, непонятных действий и толоконников не увезет. И в итоге увоз от Этернити смогли ребята реализовать. Остается 40 секунд и очевидно, что за это время два флага не доставить. уже да, Сизесан, Вуди, ну, благодарят ребят из Вудсов своих оппонентов. Легис в ответ благодарит. Видно, ну, на самом деле приятно, что есть какое-то взаимное в этом плане уважение. Спасибо. И мы скажем Вудпекерсам за этот сезон великолепную игру они показывали, научились играть формат хард. Думаю, что это невероятные заслуги Райкнина в первую очередь. Да, да. Ты знаешь, топ-4 это уже отличный результат. И несмотря на тот факт, что Этернити побеждают со счетом 5-2 в этом противостоянии, Вудпекерс большие молодцы. Они показали достойную игру, хорошее сопротивление. Да, в каких-то моментах при Унели могло быть лучше, но тем не менее, они молодцы, это топ-4, и мы их поздравляем. Ну, а Этернити поздравляем с проходом далее. Они будут сражаться с пингвинами уже завтра, поэтому приходите, обязательно приходите, там бой должен быть не менее интересным. Там бой будет вообще сумасшедший, я думаю, и невероятный, с невероятным исходом. Не знаю, что там произойдет, но будет что-то явно интересное. Да. А самое главное, не знаю, кто в каком формате там будет фаворит. Кстати говоря, это тоже довольно интересно, потому что приблизительно наклонности похожи. Хотя, конечно, я примерно понимаю, что там уже будет и предпочтение есть. Но это все завтра. Сегодня действительно пора бы уже отпустить этот матч в УЦИ.